Ересь Хоруса Вархаммер 40 тысяч Аарон Дэмбски Боуден Принц Воронья Пролог Падай! Лорд-рыцарь Калибана стоял посреди бури. Его лоб венчала серебряная диадема. Пепельные волосы из-за дождя казались нарисованными на бледном лице. Рыцарь был закован в черный керамитовый доспех с резными фигурами львов из марсианского красного золота. По мечу в его руках струилась кровь, которая смешивалась с ливнем и стекала со стали. Вторая фигура, как будто была его отражением в треснувшем зеркале. Лорд-рыцарь был бледен, но второй воин отличался чахоточной белизной. Полуночный доспех, крест-накрест перечеркнутый зубчатыми молниями, повторял бушующий над головой шторм. Вокруг них свирепствовала битва. Она шла даже внизу, поскольку они бились на вершине горы из тел своих раненых и мертвых сыновей. Лорд-рыцарь Калибана месяцами ждал этого момента. И вот он настал. Подвой ветра и завывание дождя, который подчеркивал отрывистый треск многих тысяч болтеров. Исполнив свой долг, рыцарь отступил назад. И ливень смыл с меча последние пятна крови. Его брат шатался, обхватив собственную шею когтистыми руками. Между судорожно сжимающихся пальцев хлестал темный текучий поток. Воин пытался зажать горло, и ему это не удавалось. «Падай!» — сказал лорд-рыцарь своему брату. Его голос был надломленным и неровным. Он задыхался. «Падай!» — черные глаза второго воина были широко открыты и подрагивали, пока жизненная сила утекала сквозь пальцы. Он беззвучно заговорил, безрезультатно шевеля губами, и, наконец, рухнул на одно колено. Раны на животе и груди кровоточили, так же сильно, как и рассеченное горло. Казалось, что методично изрубленное и изорванное королевским клинком тело держится вместе лишь за счет отчаянной ненависти. Лорд-рыцарь не отличался улыбчивостью и не был настолько мелочен, чтобы насмехаться над павшим соперником. Он отсалютовал поднятым клинком, приложив эфес к коронованному челу и воздавая почести убитому врагу. «Я же говорил», — обратился Лев к убирающему брату, — «что прикончу тебя, Керс». Часть первая. Рукокрылые. Глава первая. Братство в тени. Братья всегда встречались в темноте. В их склонности собираться в лишенном света помещении не было театральности, символизма или необходимости в секретности. Некоторые традиции просто не менялись с момента возникновения, будучи скорее привычкой, чем выдумкой. Когда-то темнота была важна, теперь она просто была. Красные глазные линзы пронзали мрак. Им вторило скрежущее урчание сервоприводов сочленений и работающих силовых кабелей. Доспех Марк-4 никак нельзя было назвать бесшумным изобретением. А будучи поврежденным, он издавал еще больше шума. Трое братьев стояли молча. Их окутывало поражение, которое липло к ним теснее, чем окружающие тени. Позор был столь свежим, что никто даже не успел починить броню. Комнату озаряли вспышки искр, проскакивающих в разорванных суставах, а воздух медленно пропитывался запахом битвы, исходившим от разбитых керамитовых доспехов. Химическая вонь фицелина, смешанная с грубым и резким смрадом прометия. На фоне этого висел слабый запах оружейного дыма, почти такой же безжизненный, как угольный. «Трое», — произнес один из братьев. «Нас осталось трое. Могут быть и другие», — сказал другой. Первый презрительно усмехнулся. «Больше никого не будет. Ты что? Был слеп последние девять часов. Не видел, что произошло. Сколько кораблей мы потеряли?» Третий брат облокотился о край центрального стола. Увенчанный гребнем шлем покачивался, поочередно оглядывая сородичей. «Мы не знаем и не узнаем, пока флот снова не соберется. Я видел, как примус Мунди разваливался на части, уничтожив семь кораблей сопровождения. Перед ним погибла леди Сапиента, ужас Этернума, король Бестрона, затмение. И это только крейсеры, гибель которых я видел. Не могу назвать точное число фрегатов и эсминцев. Слишком много. А что с наступлением ночи?» Третий брат покачал головой. Пробито снаружи и охвачено огнем изнутри. Флагман не мог спастись. Темные ангелы вцепились в его горло так же жестоко, как лев лорду Керзу. Воин на мгновение прервался, медленно вздохнув. «Наступление ночи должно было бежать первым. Не могу понять, почему оно осталось. Какой проб перестреливаться с флотом темных ангелов?» «Я слышал сообщение по Воксу», — отозвался первый из братьев. Сиватар приказал флагману оставаться в системе, пока он забирает с поверхности те роты, корабли которых уже бежали. Третий фыркнул. «Как благородно!» «Итак, он погубил себя и потерял флагман. Помяните мои слова. В наших рядах больше не будут честовать имя Сиватара. Как ангелы это устроили? Засада!» «Я никогда не видел подобной скоординированности». «А это имеет значение», — поинтересовался первый. «Мы только что проиграли Трамасский крестовый поход. Если только не ответим подавляющим ударом. Легион должен перегруппироваться на запасных позициях», — согласился второй. «Мы сможем возобновить военные действия, когда определим свои координаты и закодируем данные о перемещениях». «Мудрые слова», — сказал первый, — «на это могут уйти недели, а то и месяцы. Но с нами еще далеко не покончено». Третий брат вызвал тактический дисплей, но мерцающее галалитическое изображение дало сбоя отключилось, не успев показать ничего стоящего. В ходе перелета корабль получил серьезные повреждения, и многие системы все еще пытались провести корректировку. У нас две проблемы, и они обе острые и неприятные. Во-первых, мы должны при помощи астропатических хоров сообщить о поражении всем силам легиона в остальной части сектора, чтобы наши братья, очертя голову, не бросились прямиком в засаду, из которой мы только что выбрались. Для этого потребуется немалое везение. А вторая проблема. Перед тем, как ответить, третий брат замешкался. Мы должны сделать то, что до нас приходилось сделать лишь одному легиону, выбрать, кто будет командовать оставшимися силами, раз примарх пал. Пал не значит мертв, брат. Ты получил известие из Апотикариона? Получил, и они не сулят ничего хорошего. Кому в легионе доводилось ухаживать за раненым примархом? Мы работаем вслепую. Раны затянулись, хотя и неровно. Огромная потеря крови. Повреждения черепа и недостаток кислорода все еще потенциально смертельны или критичны. Обширные кровоизлияния. Органы, которые я не могу даже назвать, разорваны и отрезаны от ранее невиданной нами системы кровообращения. Будь он смертным, да будь он даже одним из нас, его бы убила одна единственная из этих ран. А он получил их 11. Слова повисли в воздухе. Никому из братьев не хотелось ничего добавить. Я видел, как это произошло, признался второй. Мы потеряли слишком многих. Только пытаясь его вытащить, чтобы вынудить повелителя первого легиона отступить, я пожертвовал большей частью роты. Уверяю вас, я жалею, что отдал этот приказ. Остальные кивнули. Правда жестока, однако мы должны принять ее. Теперь мы трое во главе легиона. Какое-то мгновение они осознавали эту истину в тишине, которую нарушила трескучая буря вызова с командной палубы. Мои повелители, произнес смертный капитан, границам системы приблизились еще четыре корабля. — Назови их, — сказал первый брат. Коды Ауспика соответствуют Квинтусу, дочери Зеката, Завету Крови и наступлению ночи. Дверь зала совещаний, заскрежетав по направляющим, открылась, впустив снаружи красный свет аварийного освещения. На том, кто стоял в проеме, был такой же шлем, как на трех его сородичах, с гребнем, в виде распростертых крыльев горгулий и черепом, нарисованным на лицевом щитке. Турмалиновые глазные линзы уставились на трех военачальников, собравшихся во мраке. Он пришел один, но с оружием. Поверх наплечника лежала древка, которая была увенчана отключенным цепным клинком с несколькими рядами неровных и щербатых зубьев. — Надеюсь, вы меня извините за опоздание. Там была засада. Наверное, вы ее заметили. Не все смогли просто включить двигатель и избежать поглубже в темноту. Он вошел в комнату и занял место у центрального стола. — Рады тебя видеть, Сиватар. Не сомневаюсь. Сиватар бросил взгляд на тактический гололит, который парил в воздухе над столом, демонстрируя несколько кораблей 8-го легиона, рассредоточенных в глубокой пустоте. Стало быть, поражение. Теперь мы знаем, как себя чувствовали Саламандра и Гвардия Ворона. Мы собрались здесь около 20-й части флота. В ближайшие недели нам необходимо как можно лучше восстановиться и посмотреть в лицо фактом. Мы ранены, но еще не мертвы. Трамасский крестовый поход не может закончиться здесь. Сначала Сиватар не ответил. Через несколько секунд он понял, что это не какая-то дурацкая шутка, и поочередно оглядел их. — Вы трое успешно эвакуировали примарха. Была ли связь с остальными рукокрылыми? — Есть только подтверждение гибели Ексада, Шомы и Ителиона, — ответил второй из братьев. — Мы — это все, что осталось от рукокрылых. — Стало быть, трое из семерых мертвы. Слух задумался Сиватар. — А примарх ранен. — Примарх умирает, — поправил второй брат. — Теперь мы возглавляем легион. — Посмотрим. Как бы то ни было, перспектива не веселая. Сиватар уронил алебарду на стол, не обращая внимания на звонки лязг металла о металл. — Совершенно никуда не годится. Из всех семерых вы трое нравились мне меньше всего. Брат, прошу тебя, будь посерьезнее. У Сиватара была своеобразная манера улыбаться. В начале веселье озаряло его черные глаза, а затем мягко подергивало уголки в губ. Это была улыбка трупа, щеки которого растягивают крючьями, или же человека, обладающего не таким чувством юмора, как у окружающих, но изо всех сил имитирующего его в меру своих ограниченных способностей. Сиватар улыбнулся. — Я так понимаю, храбрецы, что вы разрабатывали план? — Так и есть, — откликнулся первый брат. — Как только мы восстановим мощь флота, то нанесем ответный удар. Вопрос лишь в том, где. Сиватар наклонил голову. — И это ваш план? — Да. Первый капитан прокашлялся. Момент требовал определенной деликатности. — Вы уже пытаетесь направить нас по пути, который не следует выбирать, — произнес он. — Вы толкуете о возмездии и контратаке против врага, который продемонстрировал, что может нас перехитрить. Остальные заколебались. — Разумеется. Что нам еще делать? — Вместо этого мы можем вести войну, которую есть шанс выиграть, — ответил Сиватар. — Сбежать? — спросил один. — Наш долг — удерживать первый легион здесь. Сиватар поднял бровь, хотя за лицевым щитком это и оставалось незамеченным. — Ценой легиона? Вы хотите угробить нас всех, чтобы унять болезненную жажду крови после полученной трепки? В этом нет ничего благородного, братья. Я не позволю вам похоронить легион из-за того, что вы не в силах признать поражение. — Примарх бы хотел, чтобы мы сражались до конца. — Ну, конечно, хотел бы. Но ты говорил, что Примарх умирает. Если это так, его желания ничего не значат. — Темные ангелы, равня нам, они не сильнее нас, — нажал один из братьев. Мы можем выиграть крестовый поход правильной контратакой. — Это ты так говоришь, Малитас? Все с той же мягкой и неприятной улыбкой ответил Сиватар. Сдается мне, что ты навредишь всем нам, пытаясь потешить помятое самолюбие легиона. Малитас, капитан девятой роты, зарычал сквозь решетку увенчанного гребнем шлема. — Если лорд Керс умрет, твоя власть драгоценного фаворита закончится в ту же самую ночь. Сиватар продолжал улыбаться. Это было слышно по голосу. — Не угрожай мне, девятый капитан. Для тебя это добром не кончится. — Братья, успокойтесь, — вмешался второй. — Сиватар, ты прав. Мы должны остерегаться совершать глупые поступки из-за уязвленной гордости. Малитас, ты тоже прав. Мы должны нанести ответный удар в равной мере ради исполнения долга и удовольствия. Однако мы не должны ссориться. Момент слишком серьезен. — Я ценю твое миротворческое рвение, Вар Джохан. Голос Сиватара был спокоен. В нем не было обычного поддразнивания. Но силы Льва только что одним ударом переломили Легиону Хребет. Весь флот рассеян. Мы потеряли десятки кораблей. Как своих собственных, так и следующих за нами людей. Когда я последний раз видел флагман Легио Ульрикон, его обломки разлетались в пустоту после поцелуя пушек темных ангелов. Сколько титанов погибло только в этом крушении? И сколько десятков тысяч обученных членов экипажа? — Мы перегруппируемся, — сказал Малитас. — Это наш долг. Война не закончится только из-за того, что ты струсил. — Струсил, — отозвался Сиватар. Странное слово для описания того, кто задержался, чтобы помочь спастись менее быстрым кораблям. — Но долг требует сражаться, — произнес вар Джохан, капитан двадцать седьмой. Смерть ничто в сравнении с отмщением. — Какие милые слова, — ухмыльнулся в ответ Сиватар. — Интересно. Они останутся в вечности как мудрость или как глупость. Впрочем, каким бы ни было решение судьбы, меня с вами не будет. Некоторые из подчиненных мне капитанов уже ведут разговоры о том, чтобы отправиться к Терри или воссоединиться с флотом магистра войны. — Другие хотят разделиться и направиться куда-нибудь еще, грабить имперские линии снабжения. Я скорее склонен удовлетворить их просьбу, чем отправиться с вами на смерть. — Рукокрылые решат вопрос голосованием, — заявил Малитос. Сиватар презрительно фыркнул. — Голосование. Как демократично. Из каких это пор у нас появилась необходимость ставить что-то на голосование? — С тех пор, как ты к нам вернулся, — произнес последний из братьев. Келл Херик, капитан сорок третий. И рукокрылые перестали говорить в один голос. — Вместе мы выстоим, Сиватар, а порознь падем. Сегодня сказано столько замечательных слов, и все они не учитывают главного. Пока мы не готовы ударить в полную силу. Легиону лучше находиться в тени, а уж потом мы устроим бойню. Потом вкусим их крови. Ангелы только что преподали нам суровый урок о том, как глупо собираться в одном месте и пытаться участвовать в честном бою. Сиватар оперся на колонну, скрестил руки поверх нагрудника и продолжил. Раз уж вы так и не хотите понять намеков, буду говорить абсолютно прямо. Я не позволю вам снова втянуть легион в эту войну после сокрушительного поражения. Вот и все. Я заберу атроментаров и остальные роты, которые решат остаться со мной и снова примкну к флоту магистра войны. Нам здесь больше нечего делать. И я утверждаю, что сдерживать темных ангелов почти три года — это более чем достаточно. Я бросаю трамасский крестовый поход и веду свои роты на Терру. Я рассчитываю увидеть настоящую войну до того, как наступит рассвет последнего дня. Оставшаяся часть легиона должна идти со мной. Если вы попытаетесь продолжить эту бессмысленную войну, я могу выйти из себя. Малитас какую-то секунду в совершенном ошеломлении глядел на брата. — Сиватар, ты спятил? — Не думаю, я себя замечательно чувствую. — И как же ты помешаешь нам остаться? — спросил вард Джохан. — Разумеется, убив вас, но давайте будем надеяться, что до этого не дойдет. Эмоции накаляются, а моя алибарда все это время лежит вон там, — он указал на стол. — Брат, если ты закончил валять дурака, может, сосредоточимся на насущных делах. — Сосредотачивайтесь сколько угодно. Я собираюсь взглянуть на примарха собственными глазами, не полагаясь на ваш лепет о его смерти. Сиватар отошел от колонны и направился к закрытой переборке. — Сиватар, твоя алибарда! — Я довольно скоро за ней вернусь. Спорьте на здоровье, братцы. Он вышел из помещения. Силуэт на мгновение заслонил вход, а затем скрылся за углом. Дверь с грохотом закрылась. Малитас покачал головой. — Он начинает меня утомлять, — обратился девятый капитан к остальным. — Многих начинает, — отозвался Келл Херик. — Когда мы воссоздадим рукокрылых, будет лучше, если окажется, что Сиватару не место среди них. Малитас ответил своей неповторимой ухмылкой. — Что за бесхребетная фраза? Просто скажи правду. Когда придет время, я лично его прикончу. Вар Джохан почти не слушал их. Его внимание было приковано к алибарде Сиватара, которая лежала на столе. Это была чудовищная глефа с древком из черного железа и ребристого керамита. Сзади располагался устрашающий шип, а сверху — кристаллический генератор энергии. Этот клинок был известен всем воинам Восьмого Легиона. Гораздо меньше было тех, кто знал о назначении запасного генератора в древке. Вар Джохан много разбился рядом с Сиватаром и, безусловно, знал его очень хорошо. В конечном итоге Вар Джохан не доверял никому из братьев, особенно тем, кто входил в число рукокрылых. Когда у него начали зудеть зубы от давления вытесняемого воздуха, он оказался единственным из трех капитанов, кто не удивился, и единственным, кто уже бежал к двери. Убийцы возникли в буре белого шума и эфирного тумана. Вар Джохан слышал, как гибли его братья. Слышал в Оксе их крики и бульканье, заглушающие стук его сапог и сердец. Болты попали ему в верхнюю часть спины и ногу. Он споткнулся и рухнул на пол, раздираемый взрывами снарядов. Вар Джохан перекатился и, не останавливаясь, метнулся за автоматизированную переборку. Двадцать седьмой капитан Вар Джохан лежал в коридоре и задыхался. Он посмотрел на Сиватара. Первый капитан стоял, прислонившись к стене, скрестив руки на груди и глядя вниз с праздным любопытством. «Привет, капитан!» — сказал Сиватар. Вар Джохан поднимался на ноги, когда двери снова открылись, и в коридор потянулся оружейный дым. Отделение закованных в громоздкую боевую броню терминаторов от раментаров стояло, нацелив громадные болтеры на ускользнувшую добычу. «Отбой!» — произнес Сиватар и протянул руку, помогая брату встать. «Этому хватило ума понять мое намерение. Он останется в живых». Как щедро с твоей стороны почти выплюнул Вар Джохан. Перед тем, как ответить, Сиватар усмехнулся. «Мне тоже так показалось. Почему ты их убил?» Вар Джохан не поворачивался спиной к атраментарам. «Почему захотел нашей смерти? Братоубийство. Неужто и впрямь дошло до этого?» «Мы до него дошли в тот момент, когда вы, три идиота, решили, что самым лучшим вариантом будет прикончить легион, чтобы смыть воображаемое пятно с нашей воображаемой чести. Но приготовление...» «Я чувствовал, что рукокрылых понадобится реорганизовать, и оказался прав. Ты их убил только за то, что они были несогласны с тобой, Сиватар. Ты обезумел». Первый капитан едва заметно пожал плечами. «Мне часто об этом говорят. Важно то, что сейчас рукокрылые нужны легиону больше, чем когда бы то ни было, и мы не поведем своих братьев обратно на клинки темных ангелов». «Но магистр войны...» Рука Сиватара оказалась на горле Вар Джохана еще до того, как тот закончил предложение. Первый капитан приподнял его и впечатал спиной в стену. «Похоже, будто меня волнует, чего хочет магистр войны». Череп на лицевом щитке Сиватара неотрывно глядел красными линзами глаз. Нас никогда не заботило, чего хотел император, с чего вдруг мы должны разбрасываться своими жизнями на краю галактики и плясать под дудку магистра войны. Первый капитан отпустил Вар Джохана и вошел назад в комнату. «Он три года держал нас на привязи. Хватит с меня покорности. Пусть Хорус катится в бездну со своими чванливыми капризами. Он ничем не лучше императора». Вар Джохан последовал за братом. Ему пришлось перешагнуть через дымящийся труп Кел Херика, лишь мельком взглянув на него. Малитас умер столь же недостойно. Тело девятого капитана наполовину свисало с центрального стола, по поверхности которого растекалась кровавая лужа. «Так стала быть подлинная независимость. Наши союзники в других легионах — это просто взаимовыгодный альянс. Это лучше, чем жить привязанными к больному и умирающему империуму». Голос Сиватара стал более мягким и отстраненным. «Вар Джохан! Прости, что проявил злость. Он подобрал Алибарду и положил ее себе на наплечник. Я собираюсь проведать отца!» Шаги стихли, и Вар Джохан посмотрел на огромные фигуры терминаторов, повелителей ночи. Те никак не проявили свои мысли и эмоции, бесстрастно глядя через алые линзы звероподобных боевых шлемов. «Я знаю всех вас!» — обратился к ним Вар Джохан. «Знаю ваши имена и репутацию. Пусть даже служил не со всеми. Тарион, Малик, Якриш!» Он перечислял имена, поочередно кивая каждому. «Что такого вам предложил Сиватар? Почему вы ему так верны? Чем он властвует над вами? Что заставляет вас служить ему, даже проливая кровь сородичей по легиону?» Вокруг темной брони начали появляться кольца телепортационной дымки. И Тарион, командир Атраментаров, покачал головой. «Он дает нам истину!» Они исчезли так же внезапно и громко, как и прибыли. И Вар Джохан остался наедине с телами своих братьев. Глава вторая. Логово. Последний раз Сиватар плакал, когда был мальчиком, которому еще только предстояло возмужать. После той ночи, больше столетия тому назад, этот мальчик так и не стал мужчиной. Вместо этого он превратился в оружие и обрел жизнь, в которой не было нужды в эмоциях и времени для слез. Даже увидев в апотекарионе генетического отца, Сиватар не ощутил печали. Он не знал точно, почему так происходит. И в то же время первый капитан слышал, как в общей вокс-сети легиона молятся и плачут закаленные воины, все до единого убийцы, живодеры и мучители. Точно так же вели себя лунные волки, когда Хорус был ранен. Сиватар не понял этого в тот раз, не понимал и теперь. Просто ему было несвойственно легко проявлять чувства. Керс лежал на хирургическом столе, над ним трудились заляпанные кровью апотекарии легиона и насекомоподобные лапы полуавтоматизированных медицинских помощников, приделанных к потолку. Собравшаяся толпа мешала разглядеть все как следует, однако Сиватар не питал оптимизма. Он заметил рассеченное горло примарха и стянутую неровными скрепками плоть. Все помещение разило пролитой кровью. В аромате было что-то грубое и первобытное, нечто, выходящее за пределы медного запаха человеческой жизненной силы. Один лишь император знал, что на самом деле представляли собой примархи. Сиватар не был настроен тратить время на догадки. Но если бы примарх умер... На этом мысли закончилось. Он не смог ее продолжить. Это было все равно, что представлять себе цвет, которого раньше не видел, или вспоминать песню, которую не слышал. Разум бунтовал против самой попытки думать об этом. Как бы легион действовал без его руководства, без своего господина, учителя и генетического предка? Слово «отец» было слишком банальным для таких вопросов. Это понятие включало в себя смертность. Отцы умирали. Сиватар очень хорошо помнил Истван. Хотя он и провел большую часть той ужасающей бойни, пробираясь через порядки воинов гвардии Ворона, но также бился с железными руками в тот момент, когда пал их примарх, лорд Манус. Он видел, как по ним прокатилось психическое эхо. Все воины в черной броне 10-го легиона отреагировали с неожиданно неуправляемой яростью, едва заметной у некоторых и разрушительной у прочих. Они отбросили все сомнения и забыли про оборону. У Сиватара еще оставались рубцы после того боя. Он мог бы зарастить и вылечить их при помощи аугметической хирургии или пересадки синтетической кожи, однако предпочел оставить как есть. Они относились к тому немногому, что в полной мере принадлежало ему, рабу генетически созданных богов войны. Он посмотрел вниз, на собственные безоружные руки в перчатках, выкрашенные хвалой цвет. Несколько месяцев назад он сказал темным ангелам правду. Руки красного цвета, цвета греха, были обычным делом Настрома, который применялся к тем, кто подвел свои семьи. Участь предателей и глупцов, которая перешла в покорявшие звезды 8-й легион. Ультрадесант перенял эту традицию, как перенимал многое у других легионов. У воинов Ультрамара она была менее суровой и мрачной. Красный шлем означал всего лишь дисциплинарное взыскание. Для сынов Настрома алые руки означали смертный приговор, метку приговоренного. Севатар заслужил красные руки на Истване 5 за непростительный провал. Само воспоминание об этом вызывало у него по-настоящему искреннюю улыбку, что случалось редко. Он жил взаймы, и каждая ночь была даром примарха до тех пор, пока лорд Керс не выберет час казни. Его внимание привлек булькающий скрежет вымученного дыхания, но ему не было нужды поднимать взгляд. Первый капитан вдохнул исходящий от человека аромат свечного воска, мускусный запах пергамента и старой, очень старой крови, которую проталкивало по слабым венам неторопливое сердце. От новоприбывшего смердело старостью, а значит слабостью. Севатар вздрогнул. Трес поприветствовал он Архивариуса. Старик кивнул в ответ, с хрипом дыша через маску респиратора. Когда ты прибыл с сумрака? Только что, Яга, я за тобой. Прошу тебя, вернись со мной на флагман. Мне нужно кое-что тебе показать и кое-что обсудить. Двери открылись, и наружу дохнуло запахом разрытой могилы. Трес зашел внутрь, продолжая делать неглубокие вдохи через респиратор. Севатар направился следом. Глухой стук его сапог по палубе эхом отдавался от свочатых стен. Трес не обратил внимания на болтающиеся на цепях тела. Севатар обратил. Он нечасто заходил в святая святых примарха. Невзирая на все, что Севатар увидел и совершил за свою столетнюю службу в великом крестовом походе. У него по коже постоянно ползли мурашки от личных покоев Керза. Здесь он видел царившее в разуме отца безумие, которое выходило наружу и поражало окружающий мир. Духовные истины, воплощенные в освежованных телах и оскверненных останках. Трес судорожно вздохнул. В надетой на нем прозрачной кислородной маске скапливались капельки влаги, которые росой оседали перед тонкими губами. Он говорит с ними. С кем? Трес указал на тела. С ними! Севатар потянулся к одному из подвешенных трупов и мягко толкнул обнаженный и схлестанный торс. Тело закачалось на цепях из стороны в сторону. Из открытого рта, забрызгивая пол, побежал ручеек чего-то темного и влажного. — Прелестно! — произнес повелитель ночи. Он повернулся к архивариусу. — Так чего ты от меня хочешь, человек? Мне нужно собирать вместе осколки легиона. Трес пристроил свое старое тело на стул возле деревянного стола, подогнанный по размерам для обычного человека. Совершенно не проявляя нетерпения, он начал ворошить пергаменты. Листки тихо шуршали в пораженных артритом руках. — Ты никогда не понимал того, кому служишь, — сказал он, не отрываясь от работы. — Никто из его воинов не понимал. — Тебе не кажется, что это забавный недостаток, Яга? — Яга, — подумал капитан, — уже второй раз. — Меня зовут Севатар. — Ну, разумеется! Трес пригладил редеющие седые волосы, отводя их от изрытого впадинами лица. Он повертел кусок пергамента на столе, пока не пристроил его как следует, и начал читать с бумаги кремового цвета, перерываясь на тяжелые вдохи через респиратор. — Яга Севатарион, рожден на окраине. Первый капитан восьмого легиона. Командир Атроментаров. Входит в число рукокрылых. Также известен под именем Севатар осужденный. И... Трес фыркнул и покачал головой. Под довольно забавным титулом. Принц Воронья. Севатар снял шлем. Раздалось резкое шипение сжатого воздуха, выходящего из открытых замков горжета. Воин с задумчивым выражением на лице вдохнул царивший в помещении аромат бойни. — Не уверен, что мне нравится твой тон. Последний, кто вот так надо мной насмехался, быстро об этом пожалел, маленький архивариус. — О! — Трес поднял голову. На обветренном лице читалось явное любопытство. — И кто же это был? — Не помню имени. Я склонен был полагать, что все воины легиона Састартес одарены эйдетической памятью, гололитической, если угодно. — Так и есть, — согласился Севатар. — Просто я так и не спросил, как его звали. В тот момент я был куда больше занят тем, что свежевал его заживо. А теперь говори, чего ты от меня хотел, Трес. Что-то я сомневаюсь, что ты меня перепутал с кем-то известным терпеливостью. Старик ухмыльнулся, продемонстрировав набор тупых зубов, потемневших от времени. — Если ты хочешь вести легион, тебе понадобится терпение. Севатар расхохотался, втягивая в легкий пряный мясной запах незамороженных трупов. — Даже ты уверен, что лорд Керс умрет? Даже ты, преданная обезьянка, махнул на него рукой, как на покойника. — Трес, а что ты станешь делать, когда больше не сможешь питаться грязью с подошв нашего господина? Мне будет очень грустно смотреть, как ты умрешь с голода. Архивариус вернулся к своим пергаментам, продолжая улыбаться в респиратор. — Я знаю твой секрет, Яга. — У меня нет секретов. Трес провел кончиками пальцев по настромским бумагам, следя за течением написанных чернилами слов. — Он мне рассказал, Яга. Он мне все рассказывает. Севатар, не мигая, наклонил голову. — У меня нет секретов, — повторил он. — Тогда почему ты бежишь от сна, первый капитан? Почему заставляешь себя бодрствовать недели напролет? Почему, если у тебя нет секретов, ты просыпаешься с холодной кровью в колотящемся сердце в те редкие ночи, когда уступаешь сну? Улыбка Севатара была такой же холодной и застывшей, как растянутый предсмертный гримасы всех трупов, висевших на цепях в комнате. Он произнес слово, в котором не было ни осознанной угрозы, ни вообще каких-либо эмоций. Одно единственное слово, чуть громче шепота. Выдох сквозь улыбку мертвеца. — Осторожнее. Трезу пришлось отвести взгляд. На сей раз дрожание его рук нельзя было полностью списать на артрит. — Севатар, — произнес он. — А-а-а, так теперь я Севатар. Ты чуть не заставил меня потерять терпение и теперь решил оказать мне толику уважение. Капитан подошел. Сочленение его доспеха издавали гудение. От близкого гула работающего силового доспеха у Треза заныли десны. — Что он тебе сказал, Трез? — Чем мой отец поделился со своим маленьким пожирателем снов? — Правдой, — выдавил старик трясущимися губами. — На лице первого капитана вновь появилась ухмылка, усмешка лжеца, не затрагивающая темных глаз. — И ты думаешь, что я тебя не убью прямо здесь и сейчас? — Примарх? Примарх лежит при смерти на борту другого корабля. — Да даже если бы он прямо сейчас вошел сюда, думаешь, меня это волнует? — Ты отвратителен, старик. Повелитель ночи сжал челюсть человека пальцами перчатки. Повороты легкое нажатие, и череп архивариуса раскололся бы в руке воина. — Вонь твоей вялой крови и изношенной кожи, угасающий ритм дряблого сердца у тебя в груди, а теперь еще столь опасные слова из неосторожных уст. Севатар выпустил голову старика. — Тебя легко ненавидеть, Трес. — Я могу помочь тебе. Вот почему я хотел поговорить. Я могу помочь. Севатар поднялся на ноги и на ходу потянулся за шлемом. — Мне не нужна твоя помощь. Трес порокашлялся. Его голос был хриплым от неуверенности. — Больше не помогает, да? Тренировка, медитация. Ты не можешь удерживать боль внутри, как мог когда-то. Воин не обернулся. Ты ничего не знаешь, человек. Ты лжешь, яга. Севатар скрыл белое лицо под черепаликим шлемом. Сверху возвышался мрачный гребень в виде крыльев нетопыря из темного железа. Я сын мира без солнца и до мозга костей принадлежу к восьмому легиону. Конечно, я лгу, Трес. Мы все так делаем. Глава третья. Подготовка. Вернулось навязчивое ощущение боли, которое пульсирующими волнами накатывалось на ту сторону глаз. Когда тупая боль достигала своего пика, и он осмеливался понадеяться, что сейчас та совсем уйдет, она снова наваливалась с неожиданной настойчивостью. Севатар потер сухие усталые глаза большим и указательным пальцами. Он не нуждался в ретинальном дисплее шлема, чтобы узнать, что не спал две недели. Он чувствовал каждый их час. Капитан раздался женский голос. Он поднял взгляд от расположенного перед глазами тактического гололитического экрана и увидел темноволосую женщину в мятом летном костюме, державшую под мышкой шлем с забралом. Пока Севатар глядел на нее, его снова захлестнули звуки мостика, которые разрушили остатки хрупкой концентрации. Он изо всех сил постарался не обращать внимания на шепот, бормотание, треск и лязг, издаваемый тремя сотнями людей, которые исполняли свои обязанности. Говори, командир крыла, коренно. При всем уважении, сэр, дерьмово выглядите. Что-то это не похоже на уважение. Чего тебе, Тайе? У меня плохие новости, сэр. Севатару не пришлось подделывать улыбку. Плохие новости относились к тому немногому, что неизменно вызывало у него веселье. Ну, естественно. В систему только что переместился клинок в черноте. Командор Юл на борту, жив и здоров. И он становится новым адмиралом флота. Передай ему мои лицемерные поздравления с должностью, которую он получил исключительно потому, что остался последним офицером флота. Но в чем плохие новости? Он проинформировал меня по Воксу, что засада стоила жизни командиру крыла Вериту. Пустотные кондоры погибли все до последнего. Хотите ли вы, чтобы я отдала клинчу эскадрилью истребителей с одного из кораблей? Севатар отмахнулся от вопроса. Спрашивай у нового адмирала. Пусть он играет в эти игры. Мой единственный приказ. Ты и скрытые должны оставаться на борту сумрака. Каренна отсалютовала по обычаю восьмого легиона, растопырив кисть, словно лапу, и коснувшись груди пальцами. Символ подчинения, предложение командиру самого своего сердца. Еще одна традиция банд, тянувшаяся на протяжении многих лет. На Настрома она всегда значила куда более буквальное и грубое предложение. Настолько искреннее заверение, что говорящему вырезали сердце из груди, если обнаруживали, что он солгал или ошибся. Ваша вера в меня и моих людей весьма отрадна, капитан. Сиватар уже снова смотрел на гололитический дисплей, наблюдая за симуляцией доступных варп-маршрутов, ведущих из системы. — Ступай, Тайя! — Есть, сэр! Глядя, как она удаляется, Сиватар наконец бросил тактическое планирование. — Эй ты! — обратился он к ближайшему сервитору. — Да, — отозвался тот безжизненным голосом. Казалось, бионические глаза существа не в состоянии ни на чем сфокусироваться. — Записать эти намеченные маршруты, разослать их остальному флоту. — Повинуюсь! — вяло произнес раб. Подвергнутые частичной ампутации пальцы оканчивались стержнями, каждый из которых являлся ключом к стандартным имперским терминалам. Не моргая, сервитор ставил обрубки в соединительный разъем, издав пять тихих щелчков. Сиватар снова повернулся к пустому командному трону примарха. До засады рядом всегда присутствовал адмирал флота Торун Кешер, постоянно пребывавший в состоянии спокойной готовности. Сиватар так ни разу и не увидел его встревоженным, даже когда человек умирал, лежа под обломками, а вокруг пылал мостик. — Прошу вас, помогите встать! — сказал старый офицер. Сиватар даже не стал пытаться, у человека не было ног. Первый капитан не мог разглядеть их в дыму, а если бы и мог, то это ничего бы не изменило, даже на секунду. Сиватар заставил себя вернуться в настоящее. — Вызвать капитанов Афиона, Вар Джохана, Крукиша, Товака Тора, Наракуй и Аластора Рушаля на сумрак, — произнес он, не заботясь, кто из офицеров выполнит приказ. Я буду ждать их в покоях примарха. И, не сказав более ни слова, он вышел из стратегиума. Яга поприветствовал его старик, когда двери распахнулись. На мгновение на лице первого капитана появилось какое-то выражение, помимо лживой улыбки. Казалось, Сиватар действительно пребывал в замешательстве. Он недоверчиво прищурил один глаз, глядя на сгорбленного старика у стола, окруженного разлагающимися телами, которые свисали с потолка на проржавевших мясницких крюках. — Ты вообще отсюда выходишь? — редко признался Трес. Приход Сиватара отвлек его от записей. — Что-то не так? — Не больше обычного. Сегодня вечером здесь соберутся мои братья-человечек. Побудь где-нибудь в другом месте. Трес подавил дрожь, хрипло дыша через респиратор. — Куда мне идти? — Любопытный вопрос. Меня это не волнует. Куда угодно. — Но Яго! Сиватар медленно, очень медленно обернулся. На нем не было шлема, но шейные сочленения доспеха все равно неприятно заурчали, когда воин повернул голову к Архивариусу. — А ну-ка, назови меня так еще разок, — произнес он. Трес посмотрел на первого капитана восьмого легиона, стоявшего посреди бойни с подвешенными трупами. Его лицо было настолько нездорово-бледным, словно Сиватара уже можно было тоже запросто вешать на крюк. Лежавшая на барнированном плече цепная глефа превышала по длине рост самого воина. — Сиватар! — тихо поправился Трес. — Уже лучше. Разве ты не должен быть на борту свежевателя и присматривать за снами примарха? — Не сейчас, — отозвался старик. — Он не видит снов в твоем понимании слова. За его закрытыми глазами лишь абсолютная тьма. — Очаровательно. Если уж ты так хочешь остаться, то, по крайней мере, сиди тихо. — Хорошо. Спасибо, Сиватар. Сиватар согласно фыркнул и направился мимо висящих трупов к рабочему месту Треза, за громадным круглым столом примарха. С одной стороны на самой кромке располагались пергаменты и инфопланшеты архивариуса, а остальную часть круглого стола занимал разлагающийся труп. Он выглядел так, словно его разделил на части хирург, не пользовавшиеся никакими инструментами, кроме собственных голых рук. К поверхности стола прилипли куски мяса, приставшие благодаря засохшей крови и телесным жидкостям. Сиватар покачал головой и протянул руку, чтобы отпихнуть труп в сторону. — Нет, — произнес Трез, — нет, Сиватар. — Почему нет? Рука воина замерла над растерзанным телом. — Лорд Керс говорит с ними. — Ты уже говорил. — Нет. Трез прокашлялся, но его голос все равно оставался булькающим и замокротой. Я имею в виду, что он говорит с ними такими, какие они есть. Когда их передвигают, он узнает об этом и приходит в ярость. Сиватар схватил тело за торчащий хребет и скинул со стола. И сдав глухой удар, оно распростерлось на полу. — Мы разберемся с безумием Примарха, когда он вернется к нам. Если вернется. Капитан ввел код на показавшейся панели управления, нажимая пальцами на клавиши, покрытые жемчужинами из засохшей крови. Работающие гололитические генераторы замерцали и ожили, воссоздав последнее показанное изображение — мертвую планету Цагуальсу, окруженную плотным полем астероидов. Сиватар стер образ и запросил обзор локального участка пустоты. Возник флот, хотя часть гололита была запятана красными полосами из-за крови на двух проекционных модулях. Он не всегда был таким. Тресс вновь поднял глаза от работы. — Прости. — Сиватар не осознавал, что произнес это вслух. — Примарх, он не всегда был таким. У него был замысел того, как лучше всего приводить миры к согласию, и мы охотно ему следовали. И посмотри, во что он теперь превратился. Личные покои отражают внутреннее безумие, его заживо пожирает собственный разум. Тресс не ответил. — Неужто не будет комментариев, старик? Никаких хитрых реплик или мудрых слов. Разве ты не ближе всех к нашему господину в этой громадной и великой галактике? — Архивариус глотнул, медленно дыша через респиратор. — Он идет по тому же пути, что и прочие из вас, Сиватар. Просто он ближе к концу. Наступит ночь, когда вы все станете такими, как он. Только не я. И не говори о нем так, будто он проклят. В нем есть еще благородство, сила. — О, я знаю! — Тресс указал на тела. — С ним не всегда так плохо. У него было несколько тяжелых месяцев до засады. Его сны были мрачными и отравлены сомнением. Он знает, когда и где умрет, Сиватар. Всегда это знал. Это знание отравляет его сильнее, чем мы с тобой в силах представить. Неизбежность давит на его сознание, будто прилив. Сиватар покачал головой. — Как-то раз он говорил мне то же самое. — Примарх сказал тебе? — Когда, по его мнению, наступит этот момент? — Да. Сиватар довольно легко скрыл ошеломление. Хотя я не ожидал, что Примарх когда-либо поделится подобным. — Это время сейчас? — Нет. — Тогда почему в твоих покрытых катарактами глазах тревога, старик? Если это правда, почему он две недели страдает в коме на грани смерти? Если ему предначертано умереть через месяцы, годы, столетия, так почему нашим апотекариям 39 раз пришлось возвращать его к жизни? Он не может дышать, если его не подключать к машинам, которые поддерживают жизнь, заставляя органы работать. Сиватар едва не сплюнул и с ухмылкой произнес последнюю фразу. — Я не верю в судьбу, пророчество и рок. Примарх — провидец и гений, но даже он может свалять дурака. Трес благоразумно промолчал. Спустя считанные секунды дверь снова распахнулась. В проеме стоял человек в череполиком шлеме с таким же широким крылатым гребнем, как и у Сиватара. Его доспех был украшен цепями, каждое из которых было прикреплено по черепу, некоторые принадлежали чужим, но большая часть — людям. — Сев! — поприветствовал новоприбывшие, входя в комнату. — Товак! — отозвался Сиватар. Они не стали обниматься или пожимать запястье, как было принято у близких братьев в иных легионах. Вместо этого воины долгий миг осматривали друг друга, а затем Товак Тор снял шлем. — Выглядишь так, словно умер и забыл остановиться, — заметил Товак. — Слыхал уже, как твой корабль. — Развалено, кусок дерьма. Просто чудо, что он до сих пор не развалился на части после полученной от ангелов сбучки. Товак оглядел комнату, прищурив черные глаза. — У 114-й долго не было особых причин бывать на борту флагмана, Сев! — Как я погляжу со времени твоего последнего визита, примарх провел небольшую перестановку? — Верно. Поговорим об этом, когда прибудут остальные. Товак кивнул и бросил взгляд на Треза. — Проваливай, грызун! Хозяева разговаривают! — Брось! — отмахнулся Сиватар. — Пусть остается, он безобиден. — Ты размяк, Сев! — Сиватар изобразил театральный поклон. — Понятия не имею, о чем ты, я сама доброта! Товак фыркнул, уголок его губ скривился в улыбке. — Рад снова тебя видеть, брат! Сиватар не знал, что на это следует ответить. Эта фраза его всегда удивляла, и он не понимал, зачем другие так часто ее произносят. Он промолчал и указал другому капитану на руническое изображение кораблей, находящихся в локальном пространстве. — Собралась треть флота, лучше, чем я ожидал. — Хорошее начало! От внимания Сиватара не ускользнуло напряжение в черных глазах Товака. Тот был терранцем, однако геносемя изменила его так же, как и их всех. — Говори, — произнес Сиватар. — Я бы предпочел, чтобы новые рукокрылые не начинали с секретов и лжи друг другу. Это был чрезвычайно неэффективный способ руководства легионом. Товак кивнул. — Я так и думал, что ты меня вызвал по этой причине. Об этом я и хотел спросить брат. Я рад быть избранным. Горд, несомненно, но почему я? — Протекция? Быть может, мне просто захотелось набрать командиров из своих немногочисленных друзей. — Сев, прошу тебя! Сиватар продолжал смотреть на тактический дисплей. Свечение окрашивало его лицо пестрым синим светом. — Потому что я тебя доверяю. К тому же ты не умеешь врать, и мне это нравится. И, кроме того, на мое решение могло повлиять умиротворение Араии. Товак ухмыльнулся, с явной злобой оскалив зубы. В Восьмом Легионе никто не обладал хотя бы отдаленно привлекательной улыбкой. — Сто четырнадцатая сама получила удовлетворение в ту ночь, скажу я тебе. Наверное, выжившие в Араии до сих пор рыдают над свежевальными ямами. Ответ Сиватара прервал скрежет вновь открывшихся дверей. Новый визитер вошел более осторожнее, чем Товак. Скрытая шлемом голова поворачивалась от капитана к капитану, не обращая явного внимания на висящие тела. — Капитан Сиватар! — поприветствовал он. — Капитан Товак! — Капитан Афион! — Тот воспринял свое имя, как в приглашении вошел, постоянно держа руки возле убранного в кобуры оружия. Афион старался не касаться трупов. Он обходил их, а не отпихивал плечом, как Товак. — Признаться, я понятия не имею, почему меня позвали на этот совет. — Подозреваю, что об этом спросят еще не раз, — ответил Сиватар. — Скоро сюда придут остальные. Нужно обсудить будущее Легиона. Глава четвертая. Рука крылая. Вар Джохан, капитан двадцать седьмой роты. Рожденный на Тере, как и многие в Легионе, старый воин, известный своей осторожностью, в большей степени тактик, чем убийца. Он служил восьмому Легиону с первых дней Великого Крестового Похода, когда Повелители Ночи только отправились к звездам. Сиватар испытывал к нему огромную симпатию, хотя понятия не имел, почему. Следующим был Нарака, капитан тринадцатой роты. Нарака Бескровный, как без тени улыбки, именовали его братья. Он заработал это прозвище во время приведения к Согласию 809-5, пятого завоевания 809-го экспедиционного флота. Тринадцатая рота захватила целую планету, не пролив ни капли крови, воспользовавшись средствами, о которых позволили узнать немногим из числа прочих старших офицеров Легиона. Когда Нараки задавали вопросы по этому поводу, он всегда отказывался от обсуждений. Его рота дала обед секретности, который оставался нерушимым уже много лет. Сиватар знал, что произошло, ему нравилась эта история. За Наракой следовал Товак Тор, капитан сто четырнадцатый. Товак Однорукий вступил в Легион одновременно с Сиватаром, поскольку в детстве они попали в одну банду. Прозвище досталось ему из-за врожденного уродства. Он появился на свет лишь с одной рукой. Невзирая на увечья, он прошел вступительные испытания в восьмой Легион и немедленно получил аугметический протез. Однако тот все равно был не столь надежен, как настоящая конечность. Апотекарии сообщили Товаку, что у его уродливой руки нет полностью развитой мускулатуры, поэтому аугметическая замена всегда будет немного нетвердой. Затем Афион. Будучи капитаном тридцать девятой роты, он не смог чем-либо выделиться, кроме обычной славы, сопровождающей столетия надежной и верной службы. Все записи о нем, хотя восьмой Легион не отличался особой педантичностью в их хранении, сообщали о настромском офицере-ветеране, который лучше всего подходил для передовой и командования своими людьми в риергарде, получая лишь ограниченную зону ответственности в более масштабных компаниях. И все же Афион приказал своему кораблю Саван Эвинтиды оставаться на месте, отбивая внезапное нападение Темных Ангелов и помогая Севатару и Сумраку выиграть время для бегства менее быстрых кораблей. Так что Афион явно не был мыслителем. Севатара это устраивало. В Легионе, где тактическая трусость считалась одной из самых лучших и забавных доблестей, редкое проявление смелости всегда заслуживало внимания. Крукеш, капитан 103-й роты, был плотью от плоти восьмого Легиона. Покинув Теру в молодости, он стал капитаном в смертельном поединке, забрав голову своего бывшего командира. Что бы подумали ультрадесантники или имперские кулаки, если бы подобные варварские обычаи Повелителей Ночи стали известны до предательства? Подобная дикость являлась естественным продолжением чистолюбия воинов, свободных от моральных ограничений. В воинах банд Настрома Квинтус существовали сотни вариаций поединков чести и ритуалов наследования, основанных на убийстве предшественника. Бледным Крукеша прозвали братья. Геносемя Примарха делала белой кожу всех, кто выдержал имплантацию, и чернила радужку их глаз. Однако Крукеш был худым до изнеможения, и его бледность выходила за пределы болезненности, гранича с чем-то сверхъестественным. Он выглядел словно закованный в полуночный керамид истощенный мертвец, во впалых глазницах которого пылали черные глаза. Сиватар подозревал некую разновидность незначительного вырождения геносемени. Такое явление было необычным, однако не являлось чем-то неслыханным. Как бы то ни было, у Сиватара и Крукеша были свои счеты. Долги был их времен, даже от воспоминаний о них у первого капитана чесалась кожа. Последним был Алластор Рушаль, рожденный на Тере, однако происходивший не из генного хранилища восьмого легиона. На нем все еще был доспех его легиона, окрашенный в холодный черный цвет с зубчатой белой насечкой. Благородная эмблема на наплечнике, белый ворон с широко распростертыми крыльями, была ритуально разбита ударами молота, находившегося в руках самого Алластора. С брони исчезли все указания на звание. Их соскоблили после смертельных полей Иствана. Его лицо было бледным, а глаза темными, как у повелителей ночи. В отличие от окружающих его воинов, лежащий на сгибе руки шлем не имел гребня в виде крыльев нетопыря, носимых внутренним кругом капитанов восьмого легиона. Воин без знаков различия стоял особняком в этой кампании. Севатар кивнул Алластору, а затем обратился ко всем разом. — Вы поможете мне вести разбитый легион? Теперь вы — рукокрылые повелителей ночи. Вопросы будут? Некоторые обменялись взглядами. Трес скрыл улыбку за респиратором. Единственным, кто заговорил, был Товак. — Это приветствие? Так ты нас встречаешь? — Да. Севатар и глазом не моргнул. — А ты ожидал торжественной речи? — Не знаю, чего я ожидал. — Тогда почему ты кажешься разочарованным? — Я... Севатар наклонил голову. — Вопросы по существу? — У меня есть один, — произнес Афион. Его лицо представляло собой мишанину свежих швов и пересаженной кожи. — Почему мы? — Потому что остальные — рукокрылые и мертвы. В живых остались только мы с Ваджа-ханом. — Ну, естественно. И как же они погибли? — поинтересовался Афион. — Некоторых убили темные ангелы. Остальных убил я. Ну, точнее, атроментары по моей просьбе. Афион фыркнул, не проявляя даже тени удивления. — Но почему? Севатар несколько секунд молча рассматривал другого капитана. — Ты очень подозрителен, Афион. — Да, это так. Севатар счел, что правда ничему не повредит. — Вы все так или иначе верны мне, сообразительны, надежны и свободны от слабости человеческого милосердия. Легиону необходимо руководство. Ему нужны мы. — Тогда скажу я. Крукиш указал рукой в перчатке на Алла Стора. И на его костлявом лице застыла ухмылка. — Почему Ворон здесь? У него нет роты, нет людей. Он не может быть одним из рукокрылых. — Может, потому что я так сказал. Если только примарх не встанет и не отменит мой приказ, Ворон будет с нами, а теперь к делу. Севатар снова вызвал гололитический дисплей. — Братья, вы видите больше третья флота Легиона. Мы связались с точками сбора Викрише, Таурия и Соти. Статистика потерь отнюдь не радует. — Не тяни, — проворчал Вар Джохан. В ходе внезапной атаки темные ангелы уничтожили более 25% флота. За три часа они прикончили четверть Легиона. Новоиспеченные рукокрылые переглянулись. Никому не хотелось ничего говорить, и они позволили Севатару продолжить. Прошло всего две недели. Несколько десятков кораблей еще могут быть в Варпе, или же их могло отбросить от точек входа. Однако даже подтвержденные потери ужасны. Все капитаны видели гибель других кораблей. Объединив эту информацию в один список, можно увидеть, что в пустоте или на поверхности Шиола погибла пятая часть Легиона. Так что... Севатар снова повернулся к братьям. Вопрос в том, что мы будем делать. — Отомстим, — произнес Вар Джохан. — Отомстим темным ангелам. Не вынуждай меня убивать и тебя тоже. Месть первому Легиону будет дурацким крестовым походом. Я пытаюсь устроить все как можно более демократично, но не надо испытывать мое терпение. Крукиш постучал костяшками пальцев по столу. — А что с примархом? — Все еще в коме, — ответил Вар Джохан, — на борту свежевателя. А что означает, — Нарака едва заметным жестом указал на висящие вокруг тела. — Все это... Это произнес Севатар. Результат того, что маленький телепат нашего примарха больше не выполняет свои обязанности. Разве не так трес? Старик заморгал, жадно глотая кислород из маски, когда семеро воинов медленно повернулись к нему. Сбивчивая попытка ответить оказалась безрезультатной. Она вообще еле сорвалась с губ. — Пожиратель грехов нас подводит? — спросил Нарака. Похоже на то отозвался Севатар. — Мои повелители... — Трес сглотнул. — Теперь мы твои повелители, — усмехнулся Севатар. Чуть раньше я был просто яга. — Повелители, прошу вас, перед засадой сны лорда Керза стали слишком мрачными и отравленными. Я старался очистить их от боли. Крукеш приблизился к иссохшему Архивариусу. Мертвое лицо уставилось на человека сверху вниз. — Ты не справляешься с обязанностями, маленький псайкер. Трес снова сглотнул, и у него дернулся кадык. — Прошу! Я делаю все, что могу. Когда он возвратится к нам, я удвою усилия, клянусь душой. Нарака присоединился к Крукешу, глядя на сгорбленного ученого. — Ты уже давал слово легиону, телепат, и теперь подвел нас. — Севатар! — сумел прошептать трес между частыми вдохами. — А ведь я предупреждал, чтобы ты побыл где-то в другом месте, — заметил Севатар. Он позволил словам повиснуть в воздухе, чтобы содержащаяся в них угроза добавила остроты злобным черным глазам, уставившимся на Архивариуса. — Оставьте его, — наконец сказал первый капитан. — Он нам нужен. Два капитана отступили. Один из них посмеивался, а другой хранил молчание. — Вырождение примарха — серьезная угроза для нас, — произнес вар Джохан с другого конца комнаты. — Одно дело насаживать головы на коле, чтобы предостеречь рабов о цене неповиновения, и совсем другое — жить среди тел мертвых легионеров и слуг легиона. Севатар мягко толкнул один из ближайших трупов, и тот закачался гремя цепями. — Вырождение — это грубое слово. Мне жаль, что я сам его использовал раньше. Нашего господина терзают призраки, это правда, но он не сломлен. Его отравляет эта война, это ссылка в глубины черноты. Он ощущает себя бесполезным. — Это догадка, — произнес Нарака. — Ты строишь предположения, — в тот же миг сказал Крукеш. — Правда? — Крукеш с шипением выдохнул сквозь окровавленные зубы. — Просто расскажи нам свой план, Севатар. Мы не глупцы, ты что-то задумал. — Это не план. Намерение. Я собираюсь разделить остатки легиона. Я рассею повелителей ночи по всей галактике, чтобы они сражались, как того пожелают. — Каждый из вас возьмет те силы, которые сможет собрать, сформировав одну из шести великих род. Потом делайте, что хотите. Пока вы пускаете кровь империуму, мне плевать на остальное. Отрежьте себе кусок империи человечества. Отправляйтесь со мной в долгий крестовый поход к Терри. Севатар пожал плечами. — Выбор за вами. — Вар Джохан, если ты все так же бескомпромиссно настроен на драку с темными ангелами, можешь оставаться вместе со своими ротами и замедлять их, как тебе хочется. Вар Джохан не ответил. Севатар видел, как в глубине его черных глаз кружатся мысли. — Шесть великих род, — произнес Товак. — Ворон будет одним из рукокрылых, но ему подначало не дадут людей. Зачем вообще его включать? В ответ Аластор только натянуто улыбнулся. Севатар кивнул. — Он один из нас, и неважно, был ли он рожден на Нострома и что за кровь в его жилах. Принадлежность к восьмому легиону это больше, нежели плоти кости. Он заслужил место в элите наистовании. Ты против? — Нет. Товак склонил голову в направлении Аластора. — Всем здесь известно, что я не питаю к ворону вражды. — Нам нужно время на размышления, первый капитан, — сказал Вар Джохан. — У вас три ночи, а потом я начну координировать корабли тех сил, которые беру с собой к Терри. — Если мы не согласимся с этим разделением, ты нас убьешь? — спросил Афион. Севатар ответил своей растянутой ухмылкой. — А мне-то говорили, что ты не склонен к размышлениям, капитан Афион. Севатар прибыл на свежеватель вместе с Вар Джоханом. За ними по пятам следовал Экротрес. В других легионах появление первого капитана и командира корабля могло бы вызвать хотя бы небольшую церемонию. Трудившиеся на ангарной палубе рабы и слуги восьмого легиона склонили головы в почтительном молчании и изо всех сил постарались нести службу как можно более незаметно. Когда капитаны шли по темным коридорам корабля Вар Джохана, Севатар тихо заговорил. — Я вот только что понял, что всегда хотел узнать кое-что. Вар Джохан глянул влево, немедленно занервничав от вздумчивого голоса брата. — Да. — Что чувствовали тиранцы в легионе, когда все мы смотрели, как горит Нострома? Это ведь была не их родина. Вар Джохан задумался над вопросом, не зная, как лучше ответить. — Половина легиона — тиранцы, Севатар. Ты что, ни разу ни с кем из них об этом не говорил? Первый капитан не ответил. Порой ему было очень трудно помнить, что у других людей иное восприятие мира. Разумеется, он знал, что у них была другая жизнь и другой опыт. Но ему было сложно представить их систему ценностей. По сути, он не мог смотреть на мир с чужой точки зрения. Отчасти проблема заключалась в том, что он крайне редко ошибался. Из-за этого было сложно воспринимать мнение и наблюдение других людей всерьез. Он всегда был таким, даже в детстве. Мать говорила, что он повзрослеет и лучше сойдется с людьми. Не повзрослел, не сошелся. В бою все было так же. Он не знал, почему, и там выделялся среди прочих. Не знал, почему бегает и убивает быстрее, а устает медленнее, чем они. Как-то раз он бился с Сигизмундом из имперских кулаков. Единственным воином за сто лет войны, который сумел поставить его в тупик. Поединок длился почти тридцать долгих, очень долгих часов, заполненных потом, ругательствами и лязгом железа. В конце концов, он схитрил и завершил дуэль, ударив хромовника головой на глазах сотен воинов из обоих легионов. И тем самым дисквалифицировал себя. Это было нарушение правил. И конец серии побед Сигизмунда. Верный своему характеру Сигизмунд лишь рассмеялся. Горделивый стоицизм, которым славился первый капитан Кулаков, не лишал его юмор человечности. Сиватар всегда этому завидовал, поскольку ему самому было очень трудно смеяться, шутить и сближаться с братьями по оружию. «Забудь, что я сказал», — обратился он к Варджа Хану. «Удачи на совете с капитанами, брат. Я займусь перемещением примарха». Два капитана разошлись. Трес молча шаркал за Сиватаром. «Я знаю твой секрет, Яга». При воспоминании о словах старика он испытал странный холод. Сиватар вошел в апотекарион, отсалютовав трем апотекарием, которые оставались рядом с лежащим примархом. Когда он приблизился к хирургическому столу, те ответили на его приветствие. «Есть изменения, Вальзин?» — спросил Сиватар у главного апотекаря. «Никаких, он спит. Признаки снов?» Все еще никаких свидетельств при церебральном сканировании ауспиком. Лицо Вальзина было частично аугметическим. Сталь и серебро копировали черты, утраченные после удара цепным кулаком в схватке с воином железных рук на Истоне. Черный керамический глаз не моргал, а рот не шевелился. Сиватар не особо интересовался историей. Однако ему подумалось, что сверкающий лик восходит корнями к посмертным маскам примитивных культур древней Теры. «Готовься переместить примарха в апотекарион на борту наступления ночи. Мы уходим через три ночи. Конечно, капитан!» Вальзин замешкался, хотя хромированное лицо продолжало оставаться бесстрастным. «Почему здесь пожиратель грехов?» «Я сообщал во всех докладах, что примарх не видит снов, присутствие треза не требуется. Я знаю, не тревожься на этот счет. Как пожелаете!» Сиватар оглядел занятой работой апотекарион, сервиторов, слуг в зеленых хирургических халатах и апотекариев легиона, которые оставались возле примарха. Он знал всех трех воинов-хирургов. Вальзин был его собственным апотекарием, офицером от роментаров. Двое других были, соответственно, из третий и десятой род. «Оставьте меня!» — велел всем Сиватар. «Даже ты, Вальзин!» «Очистите апотекарион! Я хочу, чтобы все ушли!» «Капитан!» «У меня есть идея насчет того, что может вернуть его!» «Сев!» «Я должен остаться! Ты не можешь ожидать, что я уйду!» «Я ожидаю, что ты сделаешь, как я приказываю!» Повинуясь редкому мгновенному озарению, Сиватар смягчился, положив руку на наплечник Вальзина. «Я ожидаю, что ты доверишься мне, брат!» Когда они остались одни, трес медленно вдохнул. Его скрипучее дыхание звучало болезненно и размеренно на фоне рычания доспеха Сиватара и электронных звуков медицинского оборудования. «Так вот, зачем ты меня привел!» — произнес Архивариус. Его голос глухо разнесся в пустой комнате. Сиватар стоял над спящим примархом. Прибывавший без сознания Керс казался менее несчастным, не столь ослабленным усилиями по командованию пустотной партизанской кампании здесь, в Черной Бездне, на протяжении более двух лет и сотен звездных систем. Керс не был рожден для этого. Он был юстициарием, судьей, тем, кому суждено смотреть в глаза предателям и ворам, оглашая им приговор. И чем он стал теперь? Генералом, адмиралом, военачальником, заваленным логическими данными и тактическими сводками, которого бросили вместе с сыновьями томиться на дальнем краю галактики. Хуже того, теперь он и сам был предателем. Сиватар видел отчаяние примарха, его слабость и жажду цели, пока легион был разделен на части, изолированные в глубокой пустоте. Видел, как это происходит с момента отбытия в сектор Трамас, и теперь хотел получить ответы. Терпения и догадок было более недостаточно. Облаченная в перчатку рука Сиватара замерла над бледным лбом примарха. Полусогнутым пальцем не хотелось касаться лица отца. «Это может тебя убить, Яга!» Он ответил на слова Треза кивком. «Знаю». Архивариус с бульканьем втянул в воздух. «У тебя есть силы для этого, но нет контроля». «Знаю», — снова произнес Сиватар, «но я должен попытаться. Я не хочу, чтобы он умер». Капитан посмотрел на свою алую перчатку, служившую свидетельством его прегрешений. «Однажды я уже подвел его и не позволил этому произойти второй раз». Трез вздохнул. На внутренней поверхности его респиратора заблестели капельки сконденсированного дыхания. «Обратного пути не будет. Если ты высвободишь дар, который так сильно старался забыть, некоторые двери невозможно закрыть». Сиватар почти не слушал. «Я уже и так еле сдерживаю его», — произнес он. Голос был едва слышен загудением вентиляторов на потолке. «Ты мне помоешь? Я не смогу сделать это в одиночку». Старик, хрустя позвоночником, подковылял на стянутых шинами ногах. Он протянул руку, пораженную пигментными пятнами и артритной дрожью, и сомкнул узловатые пальцы на тыльной стороне красной перчатки Сиватара. Первый капитан опустил кисть, положив кончики пальцев на лоб отца. «Ты говорил, что он не видит снов, Трес», — произнес Сиватар безжизненным голосом, глядя в никуда. «Ты ошибался». Часть вторая Сын мира без солнца Глава пятая Мальчик, который станет королем Мальчик поднялся из обломков. На нем не было одежды, только пятна, прилипших к телу пепла и пыли. Он посмотрел на небо, темное, как пустота, и лишенное света бессолнечного ока. Посмотрел на металлические останки своей механической колыбели, от потрескивавшейся и покрытой пузырями бронированной обшивки которой все еще с шипением исходил пар, а затем все с тем же абсолютно бесстрастным лицом посмотрел на горизонт. Город Город шпилей и куполов. Его огни были низкими и тусклыми, но все же озаряли окружающий мрак, словно маяк. Первое, появившееся на лице мальчика выражение, было едва заметно, однако красноречиво. Его глаза прищурились, когда сердце забилось быстрее. Он инстинктивно знал, что найдет в далеком и полном света ульи себе подобных. Эта мысль заставила его потянуться в поисках оружия. Белые пальцы обхватили зазубренный кусок металла, остывавший в земле. От ощущения ножа в руках на юном и лишенном шрамов лице появилось второе выражение. Он улыбался. Они бы никогда не смогли его поймать, как бы ни пытались. Благодаря черной одежде мальчик казался размытым пятном, которое вырвалось из теней на углах улиц. Его рваные ботинки едва касались земли. За ним следовала пальба, гавкающая в ночи будто зверь. Пули, словно насекомые, зажужжали мимо ушей. Его ухмылка стала жестче, и он побежал быстрее. За угол, на аллею. Он перескочил через грязные дождевые лужи, перекатился и присел между двумя большими контейнерами для бытовых отходов. Мальчик засунул белые руки в карманы, наклонил голову, чтобы грязные черные волосы упали на лицо, и задержал дыхание. Совершенно не двигаясь и став одной из теней, он ждал. Появилась запыхавшаяся группа преследователей, тяжелое дыхание которых пахло ядовитой водой, а кожа — кровью других людей. Некоторые двинулись налево, некоторые направо. Но все они пробежали по лужам, превратив аллею в настоящее болото. Мальчику пришлось постараться, чтобы сдержать улыбку. Благодаря следам на тротуаре выследить их будет проще простого. Один остался на аллее. По его сбитому дыханию и колотящемуся сердцу мальчик, не глядя, понял, что человеку мешает поспевать за подельниками собственная дородность. Мальчик открыл глаза, поднялся на ноги и вышел из тени. Он позволил сжатому в руке ножу поймать отблеск ближайшего уличного фонаря. Человек повернулся и посмотрел прямо в улыбающееся, ощеревшееся лицо щуплого мальчика. На крик вернулись его друзья. Самым расторопным потребовалось меньше двадцати секунд, чтобы снова оказаться у входа на аллею. Когда они появились, мальчик и след простыл. А толстяк из их банды лежал на спине в луже дождевой воды, которая мутнела от горячей крови. У него были отрезаны все пальцы, а лицо содрано до кости. Он хотел есть. Он знал, что может обобрать мертвецов, взять монеты с куперами и купить пищу. Знал и то, что может просто украсть пропитание уличных торговцев, забрав плоды и теплый хлеб. Он был слишком быстрым, чтобы его когда-нибудь смогли поймать. Желудок мальчика скручивался в узел, сворачиваясь клубком и издавая стоны от нехватки пищи. В прошлый раз, когда он был настолько голоден, то пытался пить собственную кровь. Это помогло ему несколько унять боль. Однако он остался таким же слабым, как и до этого. Крыс уже не хватало, ему требовалось больше. Два часа назад он поймал одну, но она была ему нужна для ловушки в качестве приманки. Понадобились все силы, чтобы не сдаться перед муками живота и просто не съесть хилое животное вместе с маленькими хрустящими костями и всем остальным. Наконец у входа на аллею заворчали и зарычали три дикие собаки, одна другой грязнее и ободраннее, которые дрались за мертвую крысу, оставленную мальчиком на открытом месте. У него защипало язык от прилива густой горячей слюны. Мальчик потянулся за ножом и побежал. Он наблюдал за лежащим внизу городом, присев на краю крыши и сгорбившись в подражание соседствующей с ним чудовищной горгулье. Лохмотья, в которой он был одет, совершенно не могли воспрепятствовать холоду. Он слишком быстро рос. Почти каждую неделю приходилось красть что-то новое. На самом деле он уже не был мальчиком. Он был того же роста, что и люди, которых он резал, расчленял и убивал. Территория под ним принадлежала мужчинам и женщинам, на лицах которых были вытатуированы красные слезы. Обычно мальчик избегал их владений, но в эту ночь его привлекли крики. Он уже предупреждал, и не раз, предупреждал, что они будут платить кровью всякий раз, когда придут в его часть города. Но все же они приходили. Приходили шайками, убивали мужчин из соседнего района и уводили женщин на потеху. Нет, хватит. Бледный человек соскользнул с крыши, используя для спуска только опоры на каменных стенах. Его ботинки коснулись аллеи внизу с легкостью призрака, и, облаченный в нищенское тряпье, он направился взглянуть, почему его предупреждением не вняли. Они ставили часовых на линии брошенных фабрик, которая отмечала границу их территории. Он наткнулся на одного из них, человека с паршивой собакой, спрыгнув через дыру в разрушенном потолке. Часовой обернулся, вскидывая ружье, но бледный человек сломал ему руку в локте и всадил в грязную шею кинжал из стекла. Собака зарычала и попятилась, оскалив клыки, но не желая драться, бледный человек пристально поглядел на нее в ответ, прищурив глаза и показав собственные белые зубы. Собака бросилась на утек, повизгивая из куля. Перед тем, как уйти, бледный человек перепилил мертвому часовому шею и оставил отрезанную голову на железном решетчатом заборе. Возможно, размещение предостережений на территории банды сработает лучше. В этот раз он оставит дюжину, может быть 20, а если не сработает, то в следующий раз оставит 40. Плач был для него музыкой, стрельба смехом, горе и паника, куплетами и припевом всей его жизни. Не потому, что они доставляли ему удовольствие, а потому, что в этом городе он не слышал ничего другого. Эти звуки питали его в детстве вместо молока матери. Слушая плач, сопровождающий упадок города, он обрел зрелость, а затем вышел куда-то за ее пределы. О нем писали. Он не умел читать, однако улавливал и понимал смысл, видя надпись или прокручивающийся на мониторе текст. Он выучил местный язык без усилий, даже не зная, каким образом. Просто пришло понимание, и казалось, что так и должно быть. Его называли мстящей душой, убийственным эхом эры нежеланного закона, бродящим по городу, привидением старой земли, которые охотятся на улицах по ночам. Сначала его наделяли именем, чтобы придать облик своим страхам. Довольно скоро имя стало проклятием. Ночной призрак. Он призраком скользил по собору, по этому огромному дому ложного бога, беззвучно полз по сводчатому потолку, скрываясь в недосягаемости света. Королева-жрица этого монументального сооружения крала у своих людей. Она лишала их денег, свободы и крови, забирала их детей, управляла их жизнью. И все это за сомнительную честь пребывания под ее защитой. Защитой от других королей улиц и королев аллей, которые вели бы себя точно так же, как и она. Бледного человека печалил вид слабости людей. Порой казалось, что они ничем не отличаются от псов, которых обычно использовали для охраны жилищ. Они также терпели побои и носили ошейники и привязь. Пусть и не столь буквально, многие загнанные в узаконенное рабство носили татуировки хозяев, или же просто бегали по улицам дикими стаями, отбирая все, что хотели при помощи угроз и силы. Большинство тех, кто не был в городе рабами под присягой, работали литейщиками. Они трудились на смарадном заводе, выдохе которых душили небо, застилая слабое солнце. Он бродил на краю общества, где не было страха перед наказанием и, как следствие, понятия правосудия. У этих людей не было основополагающей необходимости и сожалений по этому поводу подчиняться чему-либо, кроме права сильного. И даже это право было разделено и раздроблено между многими сотнями мелких лидеров банд и уличных командиров. Едва ли вообще люди, ближе к животным, существа в улье. Однако он наблюдал за ними и учился. Их поведение определялось одними лишь инстинктами. Инстинкт можно контролировать, хищников можно приручить, добычу можно пасти. Бледный человек знал, что этой ночью ему придется появиться перед многими из них. Так сказали карты. Тысячи собравшихся в этом недостойном святилище впервые увидят его. Необходимая поблажка, не более того. Он учился у них, а теперь они поучатся у него. Он крался все ближе и ближе, готовясь спрыгнуть с потолка. Падение убило бы одного из них, но бледный человек уже свыкся с тем, что принадлежит к особой породе. Он разжал хватку, перевернулся в воздухе, и рваное одеяние распростерлись, словно израненные крылья. Судорожные вдохи толпы прозвучали громче, чем его приземление. Их жрица, их хозяйка, в изящном облачении, пахнувшем оружейным маслом и кровью невинных, задрожала и обмочилась. Она умерла еще до того, как начала падать. Жизненная влага хлестала из дыры в груди. Бледный человек раздавил сердце жрицы в руке, с хрустом стиснув истерзанное мясо. «Ночной призрак» произнес в ошеломленной толпе чей-то одинокий голос. И внезапно это начали повторять все, кто шепотом, а кто крича. Некоторые побежали, другие тыкали пальцами, кто-то потянулся за собственным оружием. И в этот миг он увидел истину, ту, которую чувствовал, но с которой никогда не сталкивался лицом к лицу. Они ненавидят его так же, как и их хозяева. Он точно так же являлся для них демоном. Никто не был в безопасности. Бледный человек развернулся и скрылся от пристальных взглядов. Все это время не переставая смеяться. Ключом к переменам должна была стать демонстрация стаду, что их грехи влекут за собой угрозу кары. Им необходимо было увидеть, каким будет правосудие, поскольку только так они смогли бы выучить урок. Страх являлся оружием, чище любого другого. Страх удержит их в повиновении. Раз уж они столь явно показали, что нельзя верить, будто люди самостоятельно сохранят простейшие идеалы. Ночной призрак узнал все это, наблюдая и изучая, вплетая свои познания в инстинктивное ощущение того, как должен работать мир. У него не было образования, и его не волновали идеалы цивилизованности и культуры. Безнравственность поражала его своей неправильностью на куда более глубоком и примитивном уровне. Насилие друг против друга противоречило самому пути стадных животных, вне зависимости от наличия у них разума. Порознь, люди никогда не возвысятся, ничего не достигнут и не продвинутся вперед. У них не было даже того единства, которое требуется для процветания благодаря ненависти к общему врагу. Даже это дало бы какой-нибудь уровень прогресса и сплоченности, и даже это было им недоступно. Их жизнью управляла эгоистическая потребность красть друг у друга и убивать соседей. Ночной призрак размышлял об этом, держа за горло сопротивляющегося человека. Сегодняшняя ночь ничем не отличалась от других, и предстояло пролиться крови грешников. «Пожалуйста», — пробормотал мужчина. Он был стар, что только все усугубляло. Ночной призрак мог лишь гадать, сколько лет тот высасывал кровь и деньги из жителей города. Он обитал на самом верху греха и осквернял все вокруг своей мерзостью. «Пожалуйста», — снова проговорил человек, — «пожалуйста», — «пожалуйста». Как же часто ночному призраку доводилось слышать, как в его присутствии, запинаясь, произносят это слово. Неужто они и впрямь ожидали, что он обратит внимание на их просьбы? «Я дам тебе все, чего пожелаешь», — говорил старик, — «что угодно, все, что хочешь». Ночной призрак зарычал, издав из глубины горла булькающий звук. Он ненавидел просьбы, главным образом, потому что не понимал их. Они знали, что виновны, что за ними пришло правосудие. Они его заслужили. Их поступки вызвали необходимость в этом. Так зачем просить? Зачем пытаться скрыться от последствий собственных действий? Зачем вообще грешить, если цена расплаты настолько высока? Человек продолжал умолять, и он снова зарычал. «Ты это заслужил», — отозвался ночной призрак, странным мягким голосом. «Не проси, не вини меня, таков конец избранного тобой пути». «Пожалуйста», — ночной призрак содрогнулся от омерзения. «Пожалуйста», — опять это слово. Первое слово, которое он выучил, слыша, как оно срывается с трясущихся губ бесчисленных трусов. «У меня есть семья». «Нет». Ночной призрак глядел сквозь пелену грязных волос, осматривая пустой склад. «Твои жена и дочь уже мертвы, а дом сгорел дотла, час назад». «Ты лжешь! Лжешь!» Ночной призрак выпустил горло старика, и тот остался лежать на земле, не в силах двинуться, из-за переломанных локтей и коленей. Ночной призрак склонился над пленником, держа нож, сделанный из осколка разбитого стекла. Остерье вдавилось в мягкую кожу под правым глазом старика. «Все, кто связан с тобой кровным родством, мертвы за соучастие во множестве твоих прегрешений. Это стекло из окна твоей спальни. Я взял его после того, как освежевал твою жену, пока она еще дышала». Он толкнул клинок вперед, погрузив его в открытый глаз старика. Вот тогда начались настоящие крики. Спустя три часа старика нашли распятым на шпиле брошенного здания городского ополчения. Пустые глазницы таращились на проходящих людей. Дождь хлистал по ободранным мышцам. А свежеванный человек умер почти через 20 минут. И все это время он кричал изо всех сил, насколько ему это удавалось без языка. Лето и война начались неожиданно. Ни одно лето на его памяти не жгло так сильно и долго, окисляя облака над Нострома Квинтус атмосферными бурями. Отравленному городу были знакомы кислотные дожди, как неизбежный итог заводских выбросов. Но в этом сезоне ливни были настолько едкими, что счищали краску со стали и разъедали незащищенную кожу. Войну как будто бы вели в тени, однако на бессолнечном мире весь город превратился в поле боя. Ночной призрак знал, что они охотятся за ним. Знал и поощрял. Это значило, что связывающее население и иерархия начинает чувствовать угрозу. Даже лучше они начинали бояться. Они хотели, чтобы он умер и не успел прийти за кем-то из них. Жители города ненавидели его уже годами, еще с тех пор, когда его имя шептали, рассказывая о городской легенде. А он только увечил и убивал жалкое отребье, не делая ничего более грандиозного. Но теперь игру вступили в власть имущие, они тоже боялись его. Понемногу все изменилось. Последним из хозяев города от его руки пал барон-землевладелец, который надзирал за вложением средств в фабрики по производству адамантия на юге города. — Люди — это животные, — сказал ночной призрак съежившемуся аристократу. Без страха перед наказанием все разваливается, центр не справляется. — Пожалуйста. — Опять это слово. — У тебя была вся власть и все возможности, но ты не смог усвоить простейшую истину о сущности людей. У тебя был шанс, а теперь твоя смерть научит истине остальных. Ночной призрак подвесил безголовое тело за лодыжки на силовом шпиле. На трупе не было одежды, только жестокое украшение из 309 разрезов на коже, по одному за каждую жизнь, оборвавшуюся в недавнем пожаре на фабрике. Его не пугало обстоятельство, что теперь на него охотились люди, обладавшие властью. Пусть пытаются, каждый день он спал в новом логове, в те дни, когда вообще решал, что нужно поспать. Ночной призрак отбросил снятую кожу тупого головореза, которого поймал на крыше, когда тот напал на женщину. А бодранное ничтожество умерло еще до конца свежевания. Женщина убежала, как только ее спасли, крича и ни разу не обернувшись. Ночной призрак омыл лицо в крови мертвого насильника, запятнав кожу грехом, а затем помчался в вечную ночь города. Повязка на предплечье потемнела от пота и грязного дождя, но, по крайней мере, рана перестала кровоточить. Ночной призрак проверил руку, покрутив запястьем, поработав локтем и согнув пальцы. Больно, не более того. От пули останется шрам, но разве так было не всегда? Он уже какое-то время не смотрелся в зеркало, но, проводя по груди и спине загрубевшими кончиками пальцев, ощущал, что от пулевых отверстий остались уже просто бугорки рубцовой ткани. Он не мог увернуться от всего, насколько бы не превосходил по скорости людей, которые на него охотились. Он все так же мерз каждый вечер, был все так же обездолен. Но это вскоре должно было измениться. У него была идея. Мечта в кошмаре наяву. Ночной призрак наблюдал, как стайка детей-попрошаек, уличных сирот, которых еще не взяли в банды, забирает драгоценности и деньги с мертвого тела, которое он оставил в водостоке. Он мог бы убить их. Горлу подступало искушение. Однако мародерство вызвало у него смех. Когда дети обернулись с расширенными от испуга глазами, он уже исчез. Бывали целые ночи, когда он не чуял крови. Теперь они оставались в своих домах и жилищах, редко выбираясь на улицы после вечернего закрытия заводов. На дорогах города больше не разносились звуки стрельбы и крики раненых, изнасилованных и умирающих. Однако ночной призрак продолжал наблюдать за своим городом и своими людьми. Грехи стали тише, преступления утаивались. Однако город не освободился от их разлагающего воздействия. Он хотел от них лишь страха и получил только его. Страх принес повиновение. Страх заставил их подняться выше своих тошнотворных животных инстинктов и жить как люди. За ним все еще шла охота. Однако в правящей элите было немного тех, кто мог продолжать выражать свое недовольство. Головорезы и наемные стрелки становились известны тем, что вообще отказались на него охотиться, а недалекие трусливые люди, желавшие его смерти, никогда бы не вышли на улицу, чтобы сделать все самостоятельно. Ночной призрак перекусил кость, дочисто слезнув остатки мяса. Он больше не ежился от кислого вкуса свинины. Годы, проведенные в нужде, полностью лишили его колебаний и сомнений. Он отшвырнул человеческую берцовую кость и облизал зубы. Бывали ночи, когда он почти что скучал по вкусу собачатины. — Дамы, — произнес он, — господа. Услышав эти слова, собравшиеся аристократы напряглись. Телохранители потянулись к спрятанному оружию. Ситуация балансировала на лезвии ножа. Он присел на верхушку трона министра. Огромная и странно изящная фигура, казалось, темнее из-за лохмотьев, надетых поверх бледной и покрытой шрамами кожи, а также грязного покрова темных волос, частично закрывавших лицо. — Нам нужно поговорить, — сказал он. Голос звучал, словно дыхание призрака, едва слышимое шипение. В полумраке глазницы казались впалыми омутами на лице духа. Улыбка выглядела щелью между молочно-белых губ. Телохранители, одетые лишь в дорогие костюмы, уже целились в него. Пистолеты, пулеметы. У него было множество шрамов от такого оружия. При виде направленных прямо на него двадцати стволов безрадостная улыбка стала только шире. — Вы не сможете меня убить, — заклокотал голос. — Даже не пытайтесь. Все должно закончиться не так. Ночной призрак подался вперед, и на его лицо упал серебристый свет маломощных осветительных полос, установленных на потолке. Его мрачные черты с тем же успехом могли бы быть изваянные из алебастра. Они были безжизненны, словно камень, и холодны на ощупь. — Зачем ты здесь? — спросил один из аристократов. — Чего ты хочешь? Ночной призрак чувствовал в дыхании человека медную горькость страха. — Я мог бы попросить этот город, не правда ли? Но он уже не ваш, я и так получил его. Он продолжал сидеть на верхушке трона, окутанный лохмотьями и тенями. Он чувствовал, какой эффект оказывает на них его присутствие. Слышал, как по одежде струится моча, как глухо стучат колотящиеся сердца, как на шеях поднимаются дыбом крохотные волоски. Моя роль в том, чтобы возвысить вас над вашей дикой сущностью, роль создания, которое стоит выше и за пределами всего, чем вы являетесь. Я грехи этого города, и люди могут быть безгрешными. Самый храбрый снова заговорил. Его пальцы дрожали, но в черных глазах не было сомнений. И это твоя философия. Все убийства и осквернения движимы этим здравым смыслом, истиной. Я изучал, как работают ваши сердца и умы. Я владею этим знанием. Принес мир вашей культуре. Ценой свободы. Ночной призрак медленно втянул воздух сквозь свою как будто прорезанную ножом улыбку. Пока я правлю, царит мир. Я не жду, что ты поймешь. Ты маленький человек с мелкими мечтами. Ты принес покой кладбище, а аристократ осмелился сделать шаг ближе. О мире ценой отказа от всякого выбора, от всякой свободы. Город живет в страхе, вынужденный существовать по тем стандартам, которые ты взвалил нам на плечи. Да, отозвался ночной призрак. Да. Но каждое прегрешение карается. Ночной призрак слушал, как их сердца гонят кровь по живам. Карается смертью, независимо от преступления, независимо от размеров прегрешения. Люди живут в тишине, чтобы ни одно слово не навлекло на них смерть за выступление против тебя. Да. Ночной призрак прикрыл темные глаза, словно вслушиваясь в эту самую тишину, повисшую над городом. Послушай, послушай, это чистая безмолвие. Разве оно не умиротворяет? Юный лорд покачал головой. Как благородно с твоей стороны зверь. Бальтиус, в устах ночного призрака имя человека стало шепчущим и ласковым клинком. Ты еще жив благодаря потенциалу, который я в тебе вижу. Умолкни, и возможно сможешь продолжить свое существование во славу моего терпения. Ты чудовище. Нет. Пальцы ночного призрака искривились, будто когти. Я посланник цивилизации, но чтобы стать светом в вашей тьме, я должен облечься грехом. Незваный гость протянул руку, медленно откинув волосы с запавших глаз. Люди это животные, звери, если воспользоваться термином Бальтиуса. Однако, их можно пасти, контролировать, можно властвовать над ними. Угроза наказания заставляет их жить согласно принципам закона. Через страх они возвысятся над животными. Я на пороге великих дел, дамы и господа, великих свершений. Я держу этот город за горло. Теперь у нас есть мир, есть безмятежность. Вы хоть понимаете важность этого слова? Мы окажемся в преддверии великих чудес, если использую мир, чтобы подстегнуть прогресс. Он вновь поднял руку, длинные белые пальцы медленно сошлись вместе, будто раскрывающийся цветок, показанный в постепенном обратном воспроизведении. Но мне нужно больше, больше от этого города, больше от его жителей, больше от этого мира, который мы зовем своим домом. Я хочу то, что принадлежит мне по праву и благодаря бремени ответственности за тех, кто подо мной. Улыбка ночного призрака наконец угасла. Он окинул взглядом каждого. Его глаза были холодными и жесткими, словно опалы, вложенные в глазницы голого черепа. Я стану вашим королем. Глава шестая. Память. Он больше не охотился, шли годы и необходимость в этом отпала. Его город был тихим ульем, озаренным светом прогресса, а в более буквальном смысле уличными фонарями и башнями маяков. Десятилетиями не совершалось никаких преступлений и прегрешений. Последние следы анархии и сопротивления исчезли после того, как он начал транслировать расправы по всему городу через пикторы, которые были в каждом доме, передавая по планетарной коммуникационной сети вопли жертв. После этих казней, записанных в тронном зале, прекратились последние остатки преступлений. Людям было известно, что при малейшем поводе он отправится на улицы. Движимые страхом, последние стойкие души наконец приняли предлагаемое им спасение. Настрома Квинтус, столица мира без солнца, рос с каждым годом. Им были знакомы перелеты в пространстве, хотя и в недоразвитой, безварповой форме. Они дотягивались до горстких планет в окрестных звездных системах. Настрома на протяжении поколений торговался этими мирами своими обильными запасами адамантия. Но под властью ночного призрака планетарный экспорт вырос до беспрецедентных объемов, как и выгода от этих предприятий. Пламя городских плавилин и кузнец запылало жарче, перерабатывающие фабрики растянулись по всему городу, а шахты еще сильнее углубились в бесценную кору настрома. После начала комендантского часа город спал в абсолютном спокойствии. С каждым рассветом рабочие вставали в лучах полусвета умирающего солнца, повторяя трудовой цикл снова и снова. От города несло избытком промышленности, это был жгучий смрад угля и химических примесей. Сами же люди пахли унылой жизнью и горьким страхом. Ночной призрак стоял на балконе безликого серого шпиля, который считал своим замком и пристально глядел на свой город вместе с вырезанными в камне злобными горгульями. Сегодня этот день наступит, ночной призрак знал об этом, как знал обо всем. Ответы приходили к нему, как и всегда, во снах. Овладев миром, он обнаружил, что его постчеловеческие чувства обострились и вышли за все вообразимые пределы. На каком-то безмолвном уровне он знал, что с ним происходит некое превращение. Он созревал, развивался в то, для чего был рожден. Сначала это проявлялось в знании, о чем скажут люди еще до того, как те начинали говорить. Вскоре после этого он привык видеть события большинства дней во сне, ночью накануне. Довольно скоро он уже грезил наяву. Грядущее стало накладываться на восприятие происходящего. Он говорил с подчиненными и переставал воспринимать речь, слыша вместо нее последние слова слуги, которому предстояло умереть через 10 лет от сердечного приступа. Он видел лица своих губернаторов, и все они были покрыты морщинами от еще не прожитых лет, а также еще не полученными шрамами. Одно видение жгло действительно сильно, пылая ярче всех остальных. «Следите за небом», велел он окружным губернатором на последнем конклаве. «Приближается флот. Флот такого размера, что его двигатели озарят небо так, как никогда бы не смогло наше солнце. Будет война?» спросил Бальтиус. «Да», ответил ночной призрак, «но не с прибывшими. Война будет потом, вдали от рубежей на строма. Кто они?» спросил другой губернатор. «Чего они хотят?» «Это воины моего отца. Он идет за мной». Город рыдал при виде посланников света. Плакали все мужчины, женщины и дети, собравшиеся на улицах. Бледные лица взирали на находившихся в центре гостей, а небо озаряли ложные звезды двигателей пустотных кораблей. Чужеземцы шли неспешной и царственной процессией. От ритмичной поступи буквально содрогала земля. Они двигались огромными, сокрушающими фалангами. Разные армии носили черную, золотую, темно-фиолетовую или землисто-серую броню. Их вели гиганты. Гиганты возвышались над своими воинами, так же, как и над смертными. Перед Исполинами двигалось солнце в людском обличье. Это был Бог, облекшийся человеческой плотью, который было не сдержать его духовное пламя. Всех, кто осмеливался взглянуть на него, ждала слепота. Весь остаток своей жизни они видели лишь образ живого божества, выжженной на их мертвой сетчатке. Миллионы и миллионы жителей Настрома Квинтус, храня безмолвия, расширенными от благоговения глазами наблюдали, как аномирцы маршируют в город. Тишина была настолько плотной и неестественной, что граничилась с чем-то нечеловеческим. Даже дождь прекратился. Сам Чезон Бурь затаил дыхание, когда процессия и на мировой мощи подошла к башне ночного призрака в сердце города. Он ждал их. Армия разом остановилась. Все четверть миллиона солдат замерли в один миг. Четверо гигантов выступили вперед. Их возглавляло сияющее божество. Первый полубог, облаченный в кованое золото, склонил беловолосую голову в величественном жесте признания. Король приветствовал равного себе. «Я Рогалдорн», произнес он. Ночной призрак не ответил. У него перед мысленным взором стояла сцена смерти гиганта. Его опрокидывала на земь сотня убийц в темном туннеле. Ножи и мечи были влажными от крови воителя. На втором гиганте был узорчатый серый доспех, покрытый гравировкой из десятков тысяч слов. Словно некий ученый исписал камень пером. Воин кивнул выбритой татуированной головой, также покрытой надписями, золотыми буквами на загорелой коже. «Я Ларгар Аврелиан», сказал он. Голос Дорна был размеренным, величественным и требовательным. Его же звучал будто гимн. «Мы искали тебя, брат». В его доброжелательных глазах была скорбь. Скорбь при виде темного города, его болезненных жителей и свидетельств их бесцельного, изнурительного существования. Ночной призрак снова промолчал. Он видел, как воин кричит в пылающие небеса, увенчанный психическим пламенем. На третьем из гигантов был клепанный черный доспех. Его руки были из твердого серебра, однако обладали таким рельефом и подвижностью, словно являлись живыми конечностями. Голос скрежетал сталью, словно недра завода. «Я Ферус Манус», произнес он. Его глаза были темными, однако в них отсутствовала холодность. Ночной призрак продолжал хранить молчание. Он видел, как голову воина держат за пустые глазницы, закованные в броню чужие пальцы. Броня последнего колоса была раскрашена в фиолетовый цвет чужеродного заката. У воина были длинные серебристые и прекрасные волосы. Он был единственным, кто улыбался, единственным, кто встретился с ночным призраком глазами, с теплотой во взгляде. «Я Фулгрим», сказал этот последний из властителей. «Рад наконец встретить тебя, брат». Ночной призрак все еще молчал. Он видел лишь мимолетный образ этого гиганта. Тот постоянно смеялся и ускользал, никогда не показываясь полностью. Бог шагнул вперед, широко раскрыв объятия, и набрал воздуха, чтобы заговорить. «К!» Первый же звук поразил ночного призрака, словно вонзившееся в сердце копье. Он рухнул на колени, судорожно силившись вдохнуть. На оскаленных зубах повисли нити слюны. Кровь хлынула из разорванного сердца, равно, как и из перерезанного горла. Сжимающиеся на шее руки не могли сдержать струю. Вся его жизненная сила хлестала наружу текучим потоком, который обжигал холодные пальцы. Изнутри на глаза обрушились образы убийств. Он ощутил, как на голову легла рука. По этому сигналу боль мгновенно прошла, и в миг милосердия к нему вернулся рассудок. Ему не перерезали горло, сердце не разорвалось. Ночной призрак взглянул вверх и увидел, как безликий и неподвластный времени золотой бог меняет облик на человеческий. Лицо человека-божества могло принадлежать любому мужчине с любого из миллиона миров. Оно одновременно принадлежало им всем. Апофеоз человека. Успокойся, Конрад Кёрс. Я пришел и намереваюсь забрать тебя домой. Ночной призрак поднял руку и отбросил с изможденного лица потные волосы. Меня зовут не так, отец. Мои люди дали мне имя, и я буду носить его до самой смерти. Он поднялся на ноги, не желая стоять на коленях. И мне очень хорошо известно, что ты готовишь для меня. Сцена замерла. Ночной призрак взглянул на застывшего во времени императора, башка, претендующего на роль отца группы безумцев и военачальников. Посмотрел на братьев, на легионы, которые стояли позади них в прекрасном старью. Он посмотрел на толпу, которая замерла в том же неподвижном совершенстве пикт изображения. В воздухе блестели частички пыли, попавшие под власть тех же чар, что и люди вокруг. Ночной призрак обернулся и увидел фигуру, закованную в керамид цвета ясной полуночи. Пластины брони пересекали нарисованные молнии. Воин стоял в одиночестве и безмолвно наблюдал. В его черных глазах не было ни обвинения, ни осуждения. «Севатар!» обратился ночной призрак к пристально смотревшему воителю. «Ты не должен быть здесь!» Севатар приблизился. Эхо его шагов разносилось по улице. Черные глаза продолжали метаться по замерзшей толпе. Он не смотрел на императора, неважно, воспоминания было это или нет, но он не имел ни малейшего желания, чтобы ему залило глаза расплавленным золотом. Последний раз, когда он глянул на императора воплоти, то провел семь недель в апотекарионе, пока зрение не восстановилось. От нетерпения он чуть было не потребовал аугметические глаза. «Мой господин!» — обратился первый капитан к отцу. «Ты не должен быть здесь!» — повторил примарх. Теперь он был керзом, а не просто ночным призраком. Так же, как и его сын, он стоял облаченным в полночь. Руки оканчивались убийственными когтями длиной с лезвия косы, созданными для него в лабораториях-кузницах далекого Марса. «Скажи, зачем ты пришел?» «Ну что за вопрос?» Севатар оперся на алибарду, поставив цепной клинок на ракритовую дорогу. «Потому что я твой примарх!» Керз покачал головой. Его улыбка была столь же мрачной, как и деяние. «И я возглавляю легион ничтожеств с бесчестными сердцами, в которых нет верности ни мне, ни друг другу!» Севатар пожал плечами, скрежетнув с очленениями доспеха. «И все-таки я весьма популярен среди братьев!» «Поразительная загадка!» Он снова осмотрел дорогу. «Почему вы размышляете над этими мгновениями, господин? Что тянет вас в прошлое, когда будущее все еще под угрозой?» Керз не ответил. Он поманил Севатара за собой и направился по улице, огибая застывших воинов детей императора. «Ты не должен быть здесь!» Опять произнес примарх. «И не потому, что это нечто личное. На этом не плевать, Сев!» «Тогда почему нет?» «Ты знаешь, почему?» Керз усмехнулся. Это прозвучало так, словно ящерица давится пылью. «За одну ночь ты свел на нет десятилетий усилий по подавлению своего дара!» Примарх обернулся через плечо, глядя на следующего прямо за ним сына. «Твоя душа более не защищена. Я могу читать тебя так, как не мог на протяжении многих лет. Я вижу сквозь твои преграды, поскольку они уже таковыми не являются». Севатар знал, куда клонится разговор. «Я не хочу знать». «Хочешь?» «Все хотят». Керз снова посмотрел вперед и свернул в сторону, чтобы пройти через отдельную фалангу ультрадесантников, возглавляемых стойким командиром. «Я уже просил вас не рассказывать мне, сир!» Севатар последовал за ним, лицо первого капитана мрачнело. «Прошу, соблюдайте наш былой уговор». «Нет». Керз снова издал сухой смешок, словно скрежет ветра в склепе. «Ты умрешь в бою». Севатар сглотнул. «Это едва ли можно считать удивительным, повелитель. Не имею желания знать остальное». «Ты в безопасности, Сев. Я мало что вижу, помимо этой очевидной истины». Севатар еще минуту шел за ним молча. «Я начинаю жалеть, что делаю это. Я надеялся найти вас и...» Фраза повисла в воздухе. Он не был уверен, что хочет закончить ее. «И...» напомнил примарх. «И спасти вас, сир!» «Вот поэтому мне так и нравится твое общество, Севатар. Ты лучше всех шутишь с невозмутимым видом». Севатар нахмурился. «Лорд Керс, я собрал треть легиона». Он говорил так же, как всегда докладывал своему сеньору. Четко и отрывисто. «Рукокрылые снова готовы. Я намереваюсь раздробить флот и повести основную часть к Терри, оставшиеся растворяться в пустоте, нападая на имперские линии снабжения, сжигая миры и устраивая в центрах городов новые свежевальные ямы, как в старые времена». Керс оглянулся через плечо. Теперь его зубы были заточены и превратились в крохотные костяные кинжалы, как в реальном мире. «Ты так сказал имперские, словно мы сами не имперцы!» Севатар кивнул в ответ. «Не уверен насчет этого, Сир. Он еще несколько минут следовал за примархом, двигаясь среди воинов в пурпурном облачении Детей Императора. Трес со мной. Я его слышу, чувствую, на задворках своего разума. Он помогает мне находиться здесь. Не знаю, как именно». «Он хороший человек», — тихо произнес Керс. «По крайней мере, настолько хороший, насколько это возможно у нас на флоте. Среди нас нет хороших людей, да?» «Мы делаем то, что необходимо, Сир». Севатар миновал капитана Детей Императора, узнав надписи на его броне. Он быстро обдумывал, не попытаться ли убить воина здесь, в воспоминании примарха. Имея эта идея хоть какие-то шансы на успех, он бы осуществил ее без сожаления. Пройдя через ряды Третьего Легиона, они начали продвигаться сквозь темные порядки, закованных в железо воинов Десятого Легиона. Севатар поймал себя на том, что смотрит по сторонам, выискивая символику воинов, которых убил на Истване. «Господин?» — спросил он, когда несколько минут миновало в тишине. «Говори, Сев. Почему вы нас ненавидите?» Он задал вопрос тихо и осторожно, без злобы или желания оскорбить. Однако Керс все равно замер на месте и развернулся. В длинных кривых клинках, которые выступали из сочленений перчаток примарха, отразилось золотистое сияние Орела Императора, находившегося на расстоянии нескольких кварталов. «Что?» Севатар заговорил так же просто, как и до того. «Почему вы, единственный примарх, который ненавидит собственный Легион, что мы вам сделали?» Керс едва заметно улыбнулся. «Не так давно я беседовал с Ангроном и Ларгаром. Они рассказали мне о своих чистках, об уничтожении неблагонадежных элементов в XII и XVII. Когда братья об этом сказали, я расхохотался от полной абсурдности этой идеи. Они точно знали, когда нужно перестать убивать слабых, неверных и испорченных представителей своего рода. Я бы даже не знал, с кого начать». Севатар пренебрежительно фыркнул. «В любой другой день эти слова ранили бы мои чувства, сир». «Оглянись вокруг», — произнес Керс. «Ты родился на этой планете, вырос здесь, как и я. Император похвалил меня за управление этим миром. Оно вызвало восхищение даже у Фулгрима. Образец повиновения, послушный мир, как они сказали. Были ли мои люди счастливы? А это вообще имело значение. Я сделал их людьми, невзирая на животные наклонности. Сделал их цивилизованными, несмотря на примитивные инстинкты. Возвысил их над уровнем зверей. На мне лежал долг высшего существа, и я исполнил его. Керс посмотрел на высевшиеся со всех сторон серые шпили, верхушки которых были скрыты ядовитой дымкой застывшего смога заводов и мануфакториумов. «И посмотри, как меня отблагодарили. Меня не было всего несколько лет, и все испортилось. Мой родной мир отравил легион рекрутами, бесполезными в качестве солдат. Насильники, убийцы, воры, отребья, отбросы, мусор». Сиватар едва не рассмеялся. «Сир, вы ничем не отличаетесь. Легион подал и недисциплинирован, так как создан по вашему образу и подобию». «Нет». Этот единственный звук был пропитан сожалением. «Нет, ты не понимаешь. Сиватар, я никогда не претендовал на совершенство, однако я стал грешником, чудовищем, ночным призраком, чтобы этого никогда не пришлось делать моим людям. И посмотри на результат. Взгляни на рекрутов с Нострома спустя всего лишь десятилетия после моего ухода. Посмотри, какую мразь они мне прислали. Посмотри на омерзительные отбросы человечества, которых мои же апотекарии наделили моим генетическим материалом и переделали в транслюдей. «Восьмой отравлен, Сев. Поколение таких же убийц, как и я, но лишенных моей убежденности. Они злодеи и головорезы, потому что хотят таковыми стать, а не потому, что кто-то должен ими быть». «Конечный итог от этого не меняется», — сказал Сиватар. «Страх — это оружие. Предполагается, что страх — это средство достижения цели. Посмотри, какое кровопролитие мой легион устроил за последние годы, еще даже до конца крестового похода. Страх сам стал целью. Это было все, чего они хотели. Они питались им. Мои сыновья были сильны и пускали кровь слабым ради забавы. Скажи, капитан, где тут благородство?» «А где благородство во всем этом?» Сиватар обвел жестом окрестные улицы Настрома-Квинтус. «Можешь называть это жестоким благородством, отец, но жестокостей здесь гораздо больше. Бледные губы Керза раздвинулись, обнажив заточенные зубы. Другого пути не было». «Не было?» Сиватар ответил на оскал отца ухмылкой. «А что ты еще пробовал?» «Сиватар, ответь, отец, какую мирную политику ты проводил? Какое научное и социальное просвещение ты принес этому обществу?» «Стремясь к утопии, что ты попробовал, помимо поедания мяса бродячих собак и свежевания людей заживо?» «Это был единственный способ!» Сиватар снова рассмеялся. «Единственный способ добиться чего?» «Приструнить население?» «А как же тогда это удалось другим примархам?» «Как этого добился один мир за другим, не прибегая к расправам над детьми и трансляции хлоплей по планетарной вокс-сети?» «Их миры никогда не были такими, такими умиротворенными, как мой. И твое умиротворение кончилось, стоило тебе отвернуться. Давай расскажи мне еще раз про свой успех. Расскажи, как идеально все работало». В мгновение ока Керс оказался рядом, рука примарха сомкнулась на горле Сиватара, оторвав того от земли и перекрыв дыхание. «Ты переходишь границы, первый капитан!» «Как ты можешь мне так лгать?» – сдавленно прорычал Сиватар. «Как ты можешь лгать самому себе? Я здесь, в твоем разуме, и наблюдаю театр твоих же воспоминаний. Теперь твой путь – это путь восьмого легиона. Но это никогда не был единственный путь, всего лишь самый простой. Хватка Керса сделалась еще сильнее. Лжешь!» Сиватар прищурил глаза. Керс выдавил из него остатки воздуха. «Тебе нравится этот путь?» – прошипел капитан. «Ты полюбил его, как и все мы. Власть, справедливость!» Керс отпустил его. Сиватар рухнул на земь. Керамид заскреб паракриту, и сочленение брони издали рычание. «Сын!» Он умолк, восстанавливая дыхание. «Сын Божий!» – мягко произнес Керс. «Вставай, Сиватар!» «Оставь меня!» Первый капитан поднялся. У него плыло в глазах. «Я никуда не пойду, Сир!» «Только с вами!» Керс улыбнулся. По крайней мере, так показалось его сыну. «Я восхищаюсь твоим упорством!» «Всегда восхищался!» «Но ты – лишь моя тень, Сиватар!» «Тебе со мной не сравниться!» «Уходи!» «Н!» Сиватар вдохнул, легкий заполнил, ужасающий холодный стерильный воздух. Трес отпустил его руку. Перед ними спал примарх, покрытый шрамами от клинка льва. Возвращались остальные чувства. Он почувствовал хлорный, химический запах апотекариона, запах, который никогда не мог полностью скрыть аромат свежей крови. Он услышал натужное дыхание Треса и биение сердца старика, услышал сирены. Си! Сиватар снова настроился на вокс-сеть, и на него моментально обрушились 500 голосов, накладывающихся друг на друга. Он сконцентрировался на проматывающихся рунах, которые плясали на ретинальном дисплее, и активировал прямой канал связи с флагманом. «Говорит Сиватар», — произнес он. «Первый капитан!» Он не узнал голоса, несомненно, смертный. Однако это мог быть один из нескольких сотен членов экипажа мостика. Сиватару сложно было различать их голоса. По правде говоря, он с трудом различал даже их лица. «Рассказывай все!» «Темные ангелы, сэр! Они нас нашли!» Глава 7. Сумрак Тактический Галалит замерцал, когда двигатели Сумрака запылали в полную мощь. После запроса телепортации на флагман Сиватару потребовалось 14 минут бега, чтобы добраться от основной пусковой палубы до стратегиума. Он опасался, что к моменту его прихода сражение уже закончится. В некоторых коридорах он убивал членов экипажа, которые не успевали достаточно быстро убраться с дороги. Игнорируемого командирами легиона, которых он формально превосходил по званию. «Вызвать флота!» – распорядился Сиватар. «Канал открыт, капитан!» – отозвался один из вокс-офицеров, перекрикивая стоны содрогающегося корпуса. «Сиватар флоту! Братья и сестры, буду говорить прямо! Я не собираюсь дважды за месяц проигрывать этим обманутым, ханжеским сучьим детям, одетым в рванину, сконцентрировать весь огонь на неоспоривом доводе. Они изувечили нашего примарха. Давайте отплатим им тем же. Мне нужно, чтобы для атаки осталось хотя бы 50 кораблей!» «Сиватар!» – протрещал исковерканный помехами голос. «Это самоубийство!» На холодных губах Сиватара заиграла его ложная улыбка. «Как я понимаю, Крукиш, на твою поддержку в нападении рассчитывать не приходится?» «Исключено!» «Я надеялся, что ты так скажешь, брат. Это избавляет меня от необходимости приказать тебе бежать. Бери свои роты и скройся в черноте. Встретимся у Торуса. Оттуда отправимся к Терри. Мы будем ждать, Сев. Удачи тебе!» Сиватар снова переключился на общий канал. «Вар Джохан! Нарака! Афион! Товак! Отправляйтесь с ним или разделяйтесь, как хотите!» Двое из перечисленных капитанов-рукокрылых отозвались утвердительно. Один вообще не ответил. Напрямую отозвался только Афион. «Я останусь!» – передал он. «Буду сражаться рядом с тобой, Сиватар! Мне нужно только 50 кораблей. Рукокрылые должны уходить!» С командных палуб других кораблей раздалась хоровая «Да, сэр! И есть капитан!» Вызвалось остаться более половины флота. Это была не демонстративная отвага ультрадесанта и не твердая дисциплина имперских кулаков. Однако к этому нельзя было относиться с пренебрежением. Сиватар отмечал мерцающие золотом идентификационные руны кораблей, которые решали остаться и прикрыть отход. От одной из них у него по коже проползли мурашки. «Вар Джохан!» – приказал первый капитан. «Брат!» – протрещал ответ. «Я приказал рукокрылым бежать! Нельзя рисковать примархом в сражении! Выходи из боя вместе с рассеивающимся флотом!» Сиватар ждал от ветерана пререканий или, возможно, очередной порции брюзжания насчет полномочий. «Сиватар! Там лорд Кёрз шевелится! Он в сознании может встать, может сражаться!» «Нет! Тогда это ничего не меняет! Перед уходом отправь Вальзина обратно на Сумрак! Я доверяю присмотр за лордом Кёрзом, твоим апотекарием! Мой мне нужен здесь! Будет сделано! Добрая охота, Сиватар!» Сиватар снова бросил взгляд на Галалит, на множество кораблей, как своих, так и вражеских. «Адмирал Юл!» — сказал он вслух. «Первый капитан!» — пришел ответ по Воксу. «В чем конкретно состоит ваш план?» Адмирал объяснил свой замысел. Сиватар молча выслушал его и в конце кивнул. «Мне это нравится!» — произнес он. «Скорее всего, этот маневр назовут вашу честь, так что будем надеяться, что он сработает. Никому не хочется, чтобы его имя оказалось связано с нелепой катастрофой». Флот восьмого легиона разделялся. Это был неторопливый танец, равной мере сочетающий в себе упорство и эгоизм. Сумрак выдвинулся перед клинком в черноте, возглавив армаду, идущую на перехват боевых кораблей темных ангелов. Остальные корабли легиона развернулись и начали отступать. Некоторые упорядоченно отходили к точке перехода, ближе к центру системы. Другие же одиноко мчались в пустоте, удаляясь в направлении, известном только их капитанам. Сиватар отвел взгляд от картины рассеивания, подавляя внезапное и странное ощущение грусти. Возможно, восьмой легион последний раз собирался в таком объеме. Идея имела смысл с точки зрения тактики, но капитан не мог удержаться от секундного сожаления. Сумрак загрохотал, содрогаясь от напряжения двигателей. «Время до атаки», — поинтересовался Сиватар, усаживаясь на костяной командный трон лорда Керза. «Шесть минут и двенадцать секунд, первый капитан. Десять. Девять. Запустить истребители». Запуск истребителей, не мигая, отозвался бесцветным голосом ближайший сервитор. «Очень хорошо. Открыть канал связи с командиром крыла Коренной». Космический истребитель модели «Гнев» напоминал гладкую акулу. Пережиток тех времен, когда гении вдохновлялись зверями древних морей Терры и вымершими обитателями ее загрязненного неба. Он был окрашен в цвета легиона, изящный корпус покрывали полосы молний. В сущности, гнев был устаревшей моделью. Он изначально был достаточно редким типом, и в имперских флотах его быстро заменили массово производимой яростью. Говорили, что у ярости лучше характер, она плавнее слушалась управления, меньше дергалась. Ярости олицетворяли собой будущее, современное лицо войны в пустоте, никаких соперников, никаких ограничений на вариации в разных субсекторах, никаких проблем в работе, которыми так грешили предыдущие модели. И никакой души это не подходило Тайе. Полет был для нее не просто стерильным взаимодействием с заводскими образцами машин. Она в любую ночь могла обогнать и побить ярость на своем медленном и старом гневе, что уже проделывала достаточное количество раз. Как только взвыли сирены, Тайе помчалась на сборы с обычной неторопливостью, проходя ритуал облачения. Она застегнула и загерметизировала противоперегрузочный костюм, мерясь с проводимой сервиторами проверкой и перепроверкой дублирующих систем жизнеобеспечения и разъемов позвоночного интерфейса. «Кто на пятой очереди?» — спросил Винсент, ее стрелок. «Пепельный маскарад. Они уже будут в пустоте. Короткие черные волосы Тайей избавляли ее от лишних проблем. Она взяла протянутый сервитором летный шлем и буквально уронила его себе на голову, уже подтягивая маску респиратора и готовясь зафиксировать ее. «Поторопитесь!» — бросила она. Винсент переглянулся с наблюдателем Кивином, который одевался также медленно. «Награда достается неторопливым и спокойным», — отозвался Винсент. «Неторопливым и спокойным достается все дерьмо и больше ничего. Быстрее!» «Позвоночное подключение!» — пробубнил сервитор. «Оптимальный функционал!» «Лоботомированный раб извлек из позвоночника Тайи соединительные стержни. Как всегда, она дернулась. Меньше, чем через минуту. Они уже неслись вместе с остальными членами крыла, разбегаясь по палубе к ожидающим истребителям. Воя сирен наверху практически тонул в нарастающем визге пусковых ускорителей и воплях нескольких сотен членов палубной команды. Быстрый взлет крыла истребителей требовал последовательной координации действий, а сумраку нужно было одновременно поднять сразу несколько эскадрильей. Палубный контролер был лысеющим, похожим на скелет человеком, в котором после четырех десятилетий службы аугметики было больше, чем плоти. Он приблизился, глухо стуча тонкой бионической ногой. «Командир крыла!» — поприветствовал он, уже зная, о чем она собирается спросить. «Севио и Этиус еще могут подняться! Релинкво готов к вылету в пустоту!» Она ухмыльнулась, хлопнула по нагромождению механизмов, которое заменяло ему плечо, и снова побежала. «22 из 24 ее истребителей вот-вот должны были взлететь!» «Сойдет!» — подумала она. «Вполне сойдет!» Таи первая взобралась по лестнице, грохнулась на фиксирующее кресло и приложила позвоночные разъемы к портам интерфейса в спинке. Дважды постучав по борту на удачу, она устроилась поудобнее. Подключение сопровождалось несколькими тихими щелчками, когда иглы входили в спинной хребет. «Я на месте!» — произнесла Таи. Не дожидаясь остальных, она начала щелкать переключателями и тянуть за рычаги. Гнев задрожал, снова начиная дышать. Кивин крякнул, пристегиваясь к своему креслу, спиной к ней. «На месте!» — сказал он. И Таи услышала писк и пульсацию включающихся систем, опознавших заложенный в кресло биоотпечаток. Затем раздался треск удара кулаком в перчатке по дисплее ауспика дальнего радиуса. «Вот хренова штука!» — проворчал наблюдатель. «Они же говорили, что наконец ее починили!» Таи ухмыльнулась и промолчала. Винсент забирался в свое кресло под ней, занимая место в носу истребителя. По количеству мониторов и рычагов перед собой он мог поспорить с Кивином и значительно опережал ее саму. Она увидела, как стрелок откинулся назад и напрягся, подключаясь. «На месте!» — выдохнул он и потянулся вперед, сжав управляющие рукоятки. Палубные слуги опустили тонированный фонарь кабины, захлопнув его на финальной стадии подготовки. Она услышала, как Кивин постучал костяшками пальцев по корпусу, и Винсент проделал то же самое. «Говорит командир крыла каренно!» — произнесла она в респираторную маску. «Вес пера готова к запуску!» Платформа подъемника сильно затряслась и начала мучительно медленно разворачивать их в нужное положение. Тая раскатился в оксе кабины низкий и спокойный голос. «Первый капитан!» «Тактические данные уже загружаются, но мне нужно особенно обратить твое внимание на одно обстоятельство, поскольку я предпочел бы, чтобы ты пережила следующий час». «Каким, сэр?» «Просто будь готова к экстренной посадке, командир крыла. Позаботься, чтобы ведущие эскадрильи тоже узнали об этом. План адмирала Юла потребует определенной скорости реакции от всех, кто будет находиться вне основных крейсеров». «Благодарю за предупреждение, сэр!» Сиватар не ответил. Связь уже отключилась. «Я ему нравлюсь», — сказала Тая, когда их подняли в нужное положение. По обе стороны загорелись палубные огни. Истребитель содрогнулся, занимая сходное положение. «Мы зафиксированы», — произнес Кивин. «Готовы. Цилиндры со сжатым воздухом, в оптимальном состоянии, катапульта заряжена. Все показатели ускорения работают без сбоев». Он на мгновение сделал паузу, а затем нарушил относительную тишину кабины, приглушенным замечанием. «Не ты. Мы все ему нравимся». «Ему никто не нравится», — бросил Винсент через плечо. «Он перед нами в долгу. И мы для него полезны. Это совсем другое дело». Сиватар наблюдал за приближающейся армадой. Та была еще слишком далеко для визуального контакта, однако ярко светилась на тактическом гололике. Все корабли флота обменивались векторами контроля огня, которые обновлялись каждые несколько секунд и передавались кораблям сопровождения, а также эскадрилям истребителей. Флот начал ускоряться навстречу темным ангелам. Те еще были рассредоточены, но первый капитан видел, что строй начинает смыкаться. Нужно было выиграть больше времени. Если темных ангелов не замедлить, они за считанные секунды нагонят отступающий флот. А еще его продолжала тревожить одна из рун на дисплее. Проблема состояла не в численном соотношении 8 к 1. Если план Юла сработает, они нанесут максимальный ущерб с минимальными потерями. А если не сработает, то большая часть флота 8-го легиона в любом случае уже давно вскроется. Стоило на досуге поразмыслить, каким образом Льву удалось перебросить всю свою армаду с такой несравненной сплоченностью. Однако в настоящий момент Сиватар едва ли мог разбираться с этим вопросом. Нет, проблема состояла в одной единственной руне, одном из его кораблей, которая продолжала маячить на прозрачном дисплее, в то время как остальные отступающие боевые корабли исчезли, входя в варп и уносясь на свободу. Сперва руна шла в одном строю с уходящими кораблями, затем остановилась. Она замерла в пространстве, окруженная вспомогательными фрегатами и истребителями сопровождения. Сиватар обернулся к магистру Вокса, одетому в темное облачение слуги легиона. «Вызвать их!» — произнес он, указав на мерцающую руну. Раб застучал по консоли, механические пальцы расплылись в движении. «Исполнено, Сир!» «Говорит Сумрак!» «Свежеватель, доложите, почему отключили двигатели?» Секунды тикали. «Ответа нет, Сир!» — сказал магистр Вокса. «Благодарю!» — презрительно улыбнулся Сиватар. «Это я и сам заметил. Варджа-хан! Ты меня слышишь?» В ответ вновь последовала тишина. Сиватар провел большим пальцем по горлу, приказывая завершить связь. У него было ощущение, что он знает причину остановки свежевателя, и она была не из приятных. В стратегиюми Сумрака, неся службу, суетились рабы, слуги и сервитеры. Их кожа воняла потом, указывая на волнение. Напряжение было физически ощутимо. Сиватар практически мог почувствовать его вкус. Выучка и знания защищали людей от страха, который вызвал бы у первого капитана пощипывание на языке. Однако их дыхание все же было кислом от тревоги. Звуки сотен сердец и хромированных заменителей с часовым механизмом, имитировавших жизненно важные органы, сливалось практически в оперу. Время до входа в зону поражения орудий. 29 секунд, капитан. Всем постам, приготовиться к обстрелу. Бейте по всем кораблям, мимо которых мы будем проходить. Но главная цель, флагман. Я хочу, чтобы, когда мы окажемся возле неоспоримого довода, на него было нацелено все. Все. Уничтожьте его, и мы сможем покинуть трамас с высоко поднятыми головами. Движимые отчаянной жестокостью обе стороны игнорировали все условности ведения войн в пустоте. Сумрак и неоспоримый довод рассекали пространство, приближаясь друг к другу, и не используя свой потенциал дальнобойных батарей ради того, чтобы разбить соперника лицом к лицу. Обычно имперские сражения в космосе велись на дистанциях, от которых захватывало дух, и математика с логистикой были столь же жизненно важны, как и инстинкты капитанов. Сумрак проложил себе дорогу через флот противника. Под огнем щиты засияли кружащимся радужным светом. Корабль промчался мимо звезды первого легиона, раскидал сопровождающие крейсера и пробился сквозь строй конвойных кораблей, ворвавшись в центр вражеской флотилии. Боевые корабли восьмого легиона с рёмом рыбанулись следом, устремившись в прореху во вражеских порядках, которую проделал израненный и гибнущий флагман. Ярость убила всякую необходимость в изячестве и здравомыслии. Два флагмана, одни из самых крупных и тяжеловооруженных творений коллективного человеческого гения, сближались, не обращая внимания на корабли поддержки. Сиватар наблюдал за множеством экранов Окулуса, на каждом из которых светилось изображение умирающих во мраке кораблей. Чёрная сталь размалывалась на куски, призрачное пламя исчезало в пустоте. Настромцы по всему мостику вздрогнули и зажмурили свои чувствительные глаза, когда на одном из экранов Тенебор погиб под огнём орудий семи крейсеров «Тёмных ангелов». Остатки носовой части, из которой всё ещё сыпались обломки и экипаж, пронзили корму с символа гордости, воспламенив варп двигателей, полностью уничтожив корабль «Ангелов» во вспышке грязного свечения, вызвавшего головную боль. 50 кораблей «Повелителей ночи» бросились точно напрямую, не сворачивая и не уклоняясь. Крейсеры «Тёмных ангелов» делали виражи и маневрировали, чтобы избежать столкновений. Тяжёлые боевые корабли разворачивались с тяжеловесным изяществом. Менее крупные эсминцы без видимых усилий ускоряли, чтобы уйти в сторону. Сиватар не переставал вздрагивать, силясь сконцентрироваться на вспышках, сопровождающих гибель каждого из кораблей, или даже на мучительно ярких полосах массированного огня лэнсов. Космос вокруг строя восьмого легиона обжигала пылающая ярость трёхсот огневых расчётов. Под обстрелом первого легиона исчезал корабль за кораблём. Их корпуса были испещрены попадениями лазерных батарей и распороты лэнсами. Над сотрясающейся палубой заскрежетал голос, выдохнувший единственное слово. «Сумрак! Возможно, там было и что-то ещё, но всё поглотили помехи». Сиватар узнал голос, он бросил взгляд на нужный экран и увидел, как окружённый и обездвиженный клинок в черноте гибнет под натиском эсминцев Тёмных Ангелов. «Нам понадобится новый адмирал флота», — с ухмылкой подумал первый капитан. В угрожающей близости от левой скулы Сумрака прошёл очередной корабль, принадлежавший Тёмным Ангелам. Дистанция была настолько мала, что на корабль обрушилась ударная волна, а несколько экранов Окулуса заполнились помехами. Свет непросто обжигал глаза, едкая боль плясала по нервам внутри черепа, вспыхивая в переднем мозгу. Сиватар вытер рот тыльной стороной перчатки. На красном фоне внезапно пошедшая из носа кровь была почти незаметной. Вот надо же, именно сейчас, как типично! На основном Окулусе разрасталась громада неоспоримого довода, пылающего и покрытыми рубцами от лэнсов Восьмого Легиона. Сиватар почти что видел, как вокруг вражеского флагмана, словно насекомые, гудят эскадрильи его истребителей, которых было как блох на грязной собаке. «Как только мы окажемся на траверзе», — начал он и замолк. «Капитан!» — окликнул один из офицеров палубы. Сиватар выдохнул, неотрывно глядя на один из покрытых помехами экранов. Там возникло нечёткое изображение корабля, которому следовало находиться где угодно, но только не здесь. «Это добром не кончится», — произнёс Сиватар, не обращаясь ни к кому конкретно. «Уходи!» — крикнул Кивин. «Ещё пару секунд!» — прошипела Тайя. Она выстрелила, выпустив из подвесных лаз-пушек поток энергии, который рассёк крыло ярости. «Уходи!» — снова заорал Кивин. Тайя рванула рычаги управления, входя в штопор. Двигатели Весперы издали драконий рёв. Истребитель силился выполнить приказ. Мимо хлестнул лазерный огонь. Он прошёл так близко, что у Тайя перед глазами заплясали пятна. «Он продолжает приближаться!» — окликнул её Кивин. Тайя выдохнула в респиратор на стромское ругательство и вышла из пике слишком жёстко и быстро, заложив резкую дугу вправо. Компенсаторы инерции сработали с такой силой, что все трое ударились шлемами о края фиксирующих кресел. И тут она увидела свежеватель. Испытывая головокружение и ощущая на языке привкус крови, она бросила все силы на то, чтобы уйти от приближающегося вала тёмного железа. Боевой корабль промчался мимо. Он был так велик и находился так близко, что вызвал у неё дрожь и полностью заслонил собой остальную часть сражения. Несущийся мимо корпус с зубчатыми стенами был объят пламенем. Стремительная схватка, в которой она участвовала, просто перестала существовать. Корабль повелителей ночи, не разбирая пути, ломился сквозь пространство. Он был слишком громадным, чтобы его заботили дела, кружащих вокруг обшивки стальных мух. Наушник Таи заполнили помехи, и она потеряла связь с ведомым. Командир ни секунды не сомневался, что его истребитель Релинква превратился в размазанное пятно на колышущихся пустотных щитах свежевателя. Раздавались голоса, кричащие от боли, ужаса и разочарования. Все они требовали одного и того же ответа. Что нам делать? Что нам делать? Что нам делать? Таи было необходимо сплюнуть, однако снять респиратор едва ли было вариантом. Она сглотнула вонючую и едкую слизь, в которую превратилась слюна, и откинулась на спинку кресла, вновь переводя энергию со стабилизаторов на двигателе. «Проклятие! Все, кто жив, за мной!» Позади раздался напряженный голос Кивина. Он говорил не в вокс-сеть. «Мы только что потеряли половину эскадрильи, и на моем ауспике видны только четверо из маскарада. Но мы все еще здесь!» Веспера мягко задрожала, когда Таи снова набрала скорость для атаки. Впереди разрастался страшно изуродованный Супрак, который продолжал получать больше вражеского огня, чем следовало. «И нам все еще нужно защищать флагман!» Свежеватель не разбирал друзей и врагов. Требования кораблей Восьмого Легиона занять место в строю точно так же оставались без внимания, как и крейсеры Темных Ангелов, которые поливали его огнем. Сиватар наблюдал, как корабль пролетает мимо, настолько израненный, что держится на одной лишь злобе. По траектории было видно, что он даже не намеревается протаранить один из вражеских кораблей. Он просто умирал. Неизящный затяжной рывок через вражеский флот нарушил строй Восьмого Легиона и приставил клинок к горлу первого и последнего плана в командирской карьере новоиспеченного адмирала Юла. Сиватар вздохнул. Невзирая на сотрясающую стратегиум дрожь, он спокойно сел на трон примарха и подпер щеку перчаткой. Какая жалость! Хороший был план. Он снова вытер с лица кровь, но сей раз с подбородка и ниже уха. Как же это надоело! Вокс мостика с шипением ожил после нескольких неудачных попыток. — Сиватар! — произнес низкий искаженный голос, в котором не было никаких эмоций, лишь едва заметное вкратчивое веселье. — С возвращением, отец! — Мы можем с этим покончить. Идем со мной. — Дай-ка я угадаю, — отозвался Сиватар. — Вы собираетесь телепортироваться на неоспоримый довод, верно? — Мне нужно закончить бой. — Ну да, — сказал Сиватар, потянувшись за алебардой. — Конечно, нужно. И совсем не важно, что через несколько минут мы сможем пробиться через арьергард ангелов и прорваться в варп. Перед ответом прошло несколько секунд. Ему предшествовали приглушенные вопли людей, умирающих на борту горящего корабля. — Идем со мной. Бери атроментаров. Покончи с этим рядом со мной. Сиватар глянул на мостик со своего возвышения. Те офицеры и слуги, кто не был занят лихорадочным трудом на посту и не валялся на палубе из-за контузии и кровопотери, смотрели на него, словно сбитые с толку слабоумные дворняшки. — Это приказ, Сир? — спросил он, уже зная ответ и протягивая руку к шлему. — Ты же знаешь, что да. Связь прервалась потоком помех. — Вот поэтому-то имперцы всегда и выигрывают, — слух заметил Сиватар. Они не путаются друг у друга под ногами. Может, дисциплина и скучна, однако она бесспорно необходима на войне. — Через какое время мы сможем запустить абордажные капсулы? — Мы окажемся на траверзе неоспоримого довода, чуть меньше, чем через 10 минут. — 10 минут. Все повелители ночи на борту флагмана уже находились на боевых постах, готовясь отбивать абордаж. Атраментары в двух шагах от телепортационных камер, а те, что нет, недалеко от хотя бы одной пусковой секции абордажных капсул. Сиватар поднялся с трона, на мгновение бросил взгляд на длинный каскад настромских рун, сообщающих о повреждениях, и вышел с мостика, отдав экипажу лишь одну последнюю команду. — Меня какое-то время не будет, — сказал он. — Постарайтесь не угробить мой корабль. Глава 8. Нежеланная битва Корабли шли пересекающимися курсами. Сиватару не было нужды это видеть, он все понимал по характерной дрожи сумрака. Палубы гремели от огня лэнсов, несколько иначе, чем при попадании снарядов и обстреле лазерных батарей. Каждое мучительное содрогание ощущалось по-своему. Сейчас это была скребещущая вибрация от массированных бортовых залпов, врезающихся в незащищенную сталь. В пустотной войне подобное было сродни сокращению дистанции с добычей и удару ножом между рёбер. Даже если бы им удалось выбраться, сумраку потребовалось бы провести целую вечность в сухом доке. С тем же успехом можно было строить новый флагман. Сиватар подозревал, что его бы закончили раньше, чем устранили бы повреждения на старом. Он чувствовал запах умирающей аппаратуры, химическую вонь горящих кабелей и плавящегося металла. С верхних и нижних палуб доносились крики людей. Первый капитан двигался по сдвигающимся коридорам, погружённым в обычный для кораблей 8-го легиона мрак. Мимо проходили члены экипажа, использовавшие светильники и фотовизоры, чтобы видеть в темноте. Они широко расступались, освобождая ему дорогу. Сиватар не обращал на них внимания. У него было смутное ощущение, что они его ненавидят. Но он не был уверен относительно причины этого чувства и никак не утруждался поинтересоваться. Их ненависть или уважение в любом случае ничего не меняли в его жизни. Когда он хотел повиновения, они повиновались. В остальное же время торопливо убирались у него с дороги, когда видели. Идеальный расклад. На бегу Сиватар отдавал Вокс уверенную череду приказов, координируя в первую очередь Атраментаров, а во вторую подчинённых капитанов. Из девяти род, находившихся на борту Сумрака, он собирался рисковать только одной, своей собственной. Атраментары шли с ним, а остальные, невзирая на протесты капитанов, оставались на борту Сумрака и отправлялись на Теру. Сиватар не питал иллюзий, будто они переживут этот штурм, и не желал тащить тысячи воинов на неизбежную и бесполезную смерть. Пусть живут во имя собственных целей, стремясь погибнуть с большим смыслом. Он ещё бежал, когда командиры отделения Атраментаров начали сообщать о телепортационных вспышках. Каждый доклад завершался монотонным, блеющим, добавлением адепта механикума. Процесс переноса завершён. Корабль снова вздрогнул, на этот раз так сильно, что несколько членов экипажа попадали с ног. Одна женщина в форме техника раскроила себе голову, а палубу при падении. Сиватар, продолжая бежать, перепрыгнул через них, ощущая исходящий от ран запах крови. Следующее сотрясение стало отголоском предыдущего. Скудное освещение Сумрака моргнуло и отключилось на несколько секунд. Это не имело значения, через глазные линзы всё отображалось в монохромном охотничьем зрении, а он уже был почти что у ближайшей платформы переноса. Раздавшийся звук заставил его застыть на месте. Это был натужный, тоскливый виск сопротивляющегося металла. Скорбная песня кита, раненого гарпунами охотников. Свет вновь отключился, и первый капитан остался в привычном абсолютном мраке. «Отказ реактора!» — прогудел Вокс. «Отказ реактора!» — «Отказ реактора!» Сжав цепную глефу, Сиватар снова побежал. Система доспеха ответила на его запрос, автоматически открыв канал связи с мостиком. «Доложить!» — передал он по Воксу. «Мы без энергии, капитан, но движемся вперед по инерции. Половина орудий отключена. Ангары открыты. Основные второстепенные системы лэнсов умолкли. Большая часть торпедных блоков не отвечает. Хребтовые укрепления продолжают вести огонь на резервных генераторах. Жизнеобеспечение и искусственная гравитация работают на запасах. Но пустотные щиты полностью отключены. Навигация! Нет! Магистрали, ведущие к резервным источникам энергии, перебиты. У Сиватара похолодела кровь. Во всяком случае, стало холоднее, чем обычно. Абордажные капсулы! Не запустятся, капитан! Телепортация! Не работает! Сиватар затормозил и остановился, втягивая воздух сквозь сжатые зубы. Он был единственным из первой роты, кто оказался в ловушке на подбитом флагмане. А остальные уже находились на борту неоспоримого довода, сражаясь за свою жизнь и убивая темных ангелов рядом с примархом. «Я их не брошу!» — прошептал он. «Капитан, что?» Сиватар оборвал канал связи с мостиком и снова побежал. Теперь он спускался вглубь корабля, двигаясь через заваленные обломками коридоры и проносясь по залам, заполненным огнем и дымом. Куда бы он ни посмотрел, везде лежали мертвые члены экипажа. «Тае!» — произнес Сиватар в вокз. «Тае! Слушай меня!» «Вот он! Вижу его!» Тае промчалась между двух шпилей на хребту сумрака, приближаясь к Корсару, которого преследовала. Внизу мелькали стены с бойницами, но она не рискнула выстрелить. На пылающую корму флагмана и так обрушилось много огня, и она не собиралась усугублять дело неточным залпом лаз-пушек. Все это время на дисплее ее шлема пульсировала искривленная настромская руна, обозначавшая пусто. Нужно было сесть и перезарядиться. Ракетные блоки «Весперы» опустили меньше, чем через минуту после того, как истребитель вырвался с ангарной палубы. «Пусть уходит!» — предостерег Кивин. «Исключено!» — она ускорила погоню, пролетев между очередной парой бронированных шпилей. Мы его почти сделали. Корсар был уродливой толстозадой машиной с хищным очертанием крыльев. Тае никогда не нравился вид этого тяжеловесного монстра, и она собиралась позаботиться, чтобы конкретно этот не вернулся домой на победный парад. Пусто, пусто, пусто!» Снова и снова продолжали жаловаться ракетные блоки. У нее оставались пушки, но... «Венсент!» — выдохнула она. «Поролечу над ним, когда он минует пилоны травия. Перебей ему хребет в этот момент!» «Считай, что уже сделано!» Он снова развернул вращающееся и наклонившееся кресло вперед, наводя турель. «Я могу уничтожить его прямо сейчас!» «Его обломки врежутся в надстройку!» — произнесла Тае сквозь зубы. Прищурившись от напряжения, ее спина была покрыта потом, от которого щипало разъемы. Турели внизу изрыгнули в пустоту лучи из лаз пушек. Некоторые целились по атакующим машинам врага. Остальные наносили незначительные повреждения обшивки неоспоримого довода. Тае рискнула бросить взгляд вверх и увидела матово-черный корпус вражеского флагмана, заполнивший собой всю крышу кабины. Никакая тренировка не могла предотвратить миг дезориентации. Тае моргнула и снова сконцентрировалась на несущейся впереди добыче. «Плазменные бомбы!» — крикнул Венсент. Тае видела, как боезапас бомбардировщика посыпался вниз. И вдоль хребта сумрака начали вспыхать взрывы. Веспера поднималась. Она была почти над Корсаром. Но ей все еще приходилось уворачиваться от очередей лазерных пушек, лихорадочно выпускаемых экипажем бомбардировщика. «Сбей его!» — Венсент выстрелил, резанув сверху вниз и рассек Корсар посередине. Передняя половина с горбатыми крыльями завалилась на один из двух пилонов траве, разрушив дистанционно управляемые зенитные установки на стенах шпиля. Громоздкие двигатели бомбардировщика слепо вильнули в бок и завертелись, удаляясь в пустоту. «Нас атакуют!» — передал Павоксу Кивин. «Еще одна ярость преследует нас вдоль хребта. Сдается мне, их взбесило, что мы уничтожили восемь Корсаров. Я могу оторваться!» «Отдаляйся от проклятого корабля! Нам нужно уходить!» Она не стала утруждать себя ответом. Щиты сумрака отключились, и вокруг него с навязчивостью паразитов гудели бомбардировщики, которые выплевывали плазменные бомбы в уязвимые точки флагмана. Она не собиралась никуда уходить. «Тае!» — протрещал Вокс. Голос был искажен звуком сирен на заднем плане. «Тае, слушай меня!» «Первый капитан!» Севатар повторил ее имя, а затем отдал приказ, который она не поняла. «Я... Я не... Прошу вас, повторите распоряжение, сэр!» «Я сказал, сажай истребитель! Немедленно!» Севатар ждал их. Его доспех был покрыт полосами подпален. В руке воин держал свою цепную глефу. Он был островком спокойствия в сердце бури. В ангаре вокруг него гремел и бушевал хаос. Слуги тушили пламя, с потолка падали обломки. Мерцающие янтарные огни предупреждали об угрозе разгерметизации. Первый капитан наблюдал за быстрым приближением гнева. Большая часть окраски корпуса выгорела, и обнажился нижний серо-стальной слой. Машину ободрали громыхающие мелкие обломки, которых всегда полно в космосе между сражающимися боевыми кораблями. Веспера! Да, это была она. Истребитель включил тормозные двигатели, расположенные под крыльями и возле носовых лаз пушек. В ангаре раздался визг выходящей тяги, который был более резким, чем крик Кондора. У Сиватара дернулся левый глаз, пока слуховые сенсоры шлема не компенсировали звук. Тайя не стала использовать посадочную полосу. Она погасила ускорение последовательными импульсами тормозных двигателей и опустила истребитель по узкой спирали. Как только посадочные захваты с хрустом коснулись палубы, Сиватар пришел в движение. Он подпрыгнул, ухватился за край одного из зализанных крыльев в виде акулевого плавника и подтянулся на одной руке. «Вперед!» — передал он по Воксу. Ответа не последовало. Он бросил взгляд на кабину и обнаружил, что Кивин расширенными глазами глядит на него с обращенного назад кресла. А Тайя сутулилась и изогнулась на своем месте, пытаясь увидеть, что происходит. Он слышал в Воксе их дыхание. «Вы... вы же это не всерьез?» — тихо произнесла она. Сиватар прошел по верхней части истребителя и примагнитил свои подошвы к темной обшивке гнева в нескольких метрах от кабины. Он покачал головой при виде идиотского, ошеломленного выражения на лице наблюдателя. «Я сказал вперед!» Первый капитан низко присел и трижды ударил, проделав в корпусе истребителя глубокую вмятину, как раз, чтобы за ее край можно было уцепиться. Он держал свою алебарду за спиной, отводя ее в сторону по диагонали. Истребитель загудел у него под ногами, вновь оживая. «Сиватар, это безумие!» Он закатил черные глаза по ту сторону красных линз. Как же утомляло слышать это слово снова и снова! Порой он гадал, неужели для других людей долг всего лишь слово, значение которого они никогда толком не понимали. Истребитель медленно поднялся без пусковой катапульты, скользнув с палубы в сторону широкого зева, ведущего в пустоту. Мимо проплывали зубчатые стены замков вражеского флагмана. Они были мучительно близко, но в то же время невероятно далеко. «Доставь меня на неоспоримый довод», — сказал он Вокс. «Мои люди сражаются на его борту, а я скорее умру, чем отправлю их на битву, в которой сам не приму участие». Он слышал в голосе Таи усмешку, прорывавшуюся через ошеломление. «Вы слишком серьезно воспринимаете эту братскую клятву первой роты», — произнесла она. Сиватар не ответил. Он был аттроментаром. Его братья были аттроментарами. Говорить было не о чем. Следующие три минуты Кивин смотрел на присевшую фигуру первого капитана восьмого легиона, находившегося на расстоянии считанных метров. Увенчанный гребнем шлем Сиватара застыл устремленным вперед. Лицевой щиток с нарисованным черепом неотрывно глядел на боевой корабль темных ангелов. Кивин не переставал гадать, какое выражение на лице по ту сторону раскосых красных линз. Что касается Таи, она выжимала из Весперы все возможное, разогревая двигатели до опасной температуры и не вступая ни с кем в бой. Она описывала спирали и петли, отрываясь от всех черных яростей, которые пытались взять ее на прицел. Ей было очень хорошо известно о перегрузке, которую приходится пережить пассажиру, но необходимо было поддерживать пламя двигателей на максимальной маневренности. Приблизившись к неоспоримому доводу, Таи повернула и пошла вдоль корпуса на бреющем полете, виляя между башнями с бойницами. «Где вам нужно оказаться?» «Рядом с мостиком!» В голосе Сиватара, звучавшем в оксе, было не больше тепла, чем в зауныбном волчьем вое. Приблизиться к мостику означало попасть в зону поражения более чем сотни защитных турелей. Таи тихо выругалась. «Следи за языком, командир крыла!» Она прибавила тяги и переключилась на общий канал эскадрильи. «Перитус и Электус построятся крылом!» «Принято, командир!» «Выполняю, мэм!» Таи нырнула к корпусу, оказавшись так близко, что лишилась бы крыла, если бы повернула. Биение сердца задавало ей ритм, когда она бросилась в самую дурацкую атаку за всю свою военную службу. Глава девятая Принц Воронья Приходилось признаться, пусть даже только самому себе, что это была одна из самых глупых его идей. Никакие биологические улучшения и даже самый совершенный комплект силовой брони типа Максимус не могли защитить его от давления гравитационных сил. Впервые более чем за сто лет он почувствовал тошноту, и это было настолько необычно, что он ухмыльнулся. Однако давление на череп и конечности было менее забавным. Надетые на Таи и ее экипажи летные костюмы с суспензорной проволокой имели некоторое общее сходство с одним из слоев его керамитового доспеха. Однако это не избавляло от физического воздействия. Он освежевал бесчетное количество людей, а также воинов из пяти разных легионов, включая собственный, и подозревал, что в плане боли это было довольно близко к ощущению сил инерции, грозящих разорвать кости. Мощные лучи лаз пушек раздирали ему зрение. Каждый из них был словно быстрое копье, не поддающееся попыткам глазных линз потускнеть и противодействовать яркости. Под ним раскачивался и болтался истребитель Таи. Он чувствовал, что она изо всех сил старается добиться от гнева эффективности, не стряхнув пассажира и не убив его резким маневром. И все же, когда с обоих сторон стали проноситься черные башни, а зубчатые стены внизу превратились в размытую тошнотворную полосу, он почти что проклял идею за поспешность. Но с другой стороны, тогда бы он признал, что ошибся. От этой мысли Сиватар фыркнул. Сейчас это неуместно. Таи снова сделала бочку, и звезды закувыркались по небу. Единственной уступкой, которую Сиватар сделал идея о безумии плана, стало ворчание, когда у него заболела голова от острого головокружения. Это тоже оказалось непривычным. За прошедшие десятилетия генетические импланты сделали его практически невосприимчивым к дезориентации. Первый капитан почувствовал, что Таи снижает скорость, крутясь и закладывая виржи, чтобы уйти от огненной бури, испускаемой турелями внизу. Он знал, что ей не удастся полностью остановиться, но ему было более чем достаточно, чтобы она просто замедлилась и снизила инерцию. Лучше получить несколько ушибов и переломов, чем оказаться размазанным по броне неоспоримого довода. Однако она по дуге пронесла его через хребтовые замки вдоль скулы, и тут Сиватар наконец понял, что она делает. «Это еще глупее, чем моя идея», — произнес он в Вокс. Голос Таи звучал натянуто и напряженно. Ее внимание было устремлено куда угодно, но только не на него. «Если сделать это по-вашему, вас размажет по всему корпусу, а если по-моему, то у вас будет возможность поиграть в героя». Истребитель вплыл в посадочный ангар, полыхая тормозными двигателями, чтобы замедлиться. Бригады сервиторов тут же вытянулись, следя за приближением машины мертвыми глазами и перенаправляющими линзами. Вместо краски корпус покрывали подпалины. Знаки различия также выгорели до поблекшего и неразборчивого состояния. Ближайшим офицером по снабжению был человек по имени Халис Корееви. Он уже направлял загрузочную бригаду на перевооружение этого новоприбывшего из бесконечной цепочки садящихся и вылетающих истребителей, когда тот крутанулся над палубой и разнес его в клочья залпом ревущей синей энергии из лаз пушек. Корабельные стрелковые команды открыли огонь по медленно движущемуся гневу. Охрана опустошала свои крупнокалиберные картечницы, у которых практически не было шансов поразить движущуюся цель. На крыше истребителя поднялась закованная в броню фигура, державшая в одной руке болтер, а в другой алибарду. Воин побежал по стреловидному крылу и начал стрелять. Четыре болта разорвались в грудных клетках четырех охранников, осыпав их товарищей внутренностями. Огонь-картечниц продолжала лязгать о полуночно-синий керамид, оставляя на темной броне ничтожные серебристые царапины. Воин добрался до края крыла и прыгнул вниз. Двигатели и истребителя завизжали громче, заработав в тот же миг, как только подошвы оторвались от крыла. Машина скрылась в вспышке выброса, оставляя за собой грохот и щелочную вонь лазерных разрядов. Фигура тяжело приземлилась, присев и оставив сапогами две вмятины на железной палубе. Венчающий алибарду метровый цепной клинок начал перемалывать холодный воздух ангара. К чести охранников они попрятались за укрытие и продолжали стрелять, хотя их никогда не учили противостоять воину Легиона Састартес. Сиватар дважды дернулся, вздрогнув, когда по броне загремела разлетающаяся картечь. Вот же назойливые ублюдки! Повсюду перед глазами тянулись и мерцали предупреждения ретинального дисплея. Авточувства доспеха не переставали тянуть левую руку, пытаясь поднять болтер и открыть огонь по людям за укрытием. Сиватар пристегнул оружие к бедру, поднялся с колен и в тот же миг побежал. Не к смертным, а к открытым массивным дверям, ведущим вглубь корабля. Было почти невозможно подавить соблазн, потратить чуть больше времени и порезать всех на куски. «Вы останетесь в живых», — прорычал он, не обращая внимания на продолжающийся обстрел. «У меня есть добыча покрупнее». Вырвавшись в освещенные аварийными огнями коридоры, которые пустотелыми венами пронзали неоспоримый довод, он настроился на вокс сеть первой роты, доступу которой больше не мешало расстояние. «Дамы!» — поприветствовало на бегу. «Где ты был, черт тебя дери!» — огрызнулся первый голос. К нему присоединилось несколько других, столь же возмущенных. «Вы даже не представляете!» — отозвался Сиватар. «Где Примарх?» «Сражается в пят!» Сиватар протаранил плечом толпу рабочих в черной одежде, спотыкаясь о перепутавшейся конечности и ненамеренно круша сапогами кости. Поднявшись через мгновение и снова перейдя на бег, он выругался в вокс. «Повтори!» — сказал он. «У меня на пути попались какие-то идиоты!» «Примарх сражается!» «В пятнадцатом атриуме!» — ответил Вальзин. «С ним половина наших!» «Пятнадцатый атриум!» Сиватар знал линкоры СШК типа Глориана так же хорошо, как собственный доспех. Сумрак был из той же породы. «Это безумие!» — сказал он. «Вас окружат все живые темные ангелы на этом корабле. Там некуда бежать!» Ответ Вальзина прервался раздавшимся в воксе воплем и стучащим скрежетом медицинской пилы, делающей то, с чем она справлялась лучше всего. «Мы в курсе, сэр!» «Я буду там через семь минут!» — пообещал Сиватар. «Через восемь, если встречу сопротивление!» «Через девять, если у сопротивления окажутся болтеры!» У сопротивления оказались болтеры. Осада вражеского корабля всегда представляла собой сочетание противоположностей. Проходя коридор за коридором и помещение за помещением, нападающий мог полчаса не встречать врагов, если не считать растерянных слуг и рабов, а сразу же после этого потратить столько же времени, отвоевывая каждый шаг — очень сомнительное выражение, и убивая одно отделение укрепившихся защитников за другим. Линкор типа «Глориана» был размером с тесный город, и его населяли не только офицеры и специалисты, но и каста рабов, исчислявшиеся десятками тысяч. Большинству из них было суждено жить в лишенных света недрах боевого корабля, дыша слабовентилируемым воздухом и выбросами топок. Однако хватало и тех, кто нес службу на верхних палубах. Севатар прорубался через них, практически не сбиваясь шага. Цепная глефа стучала и работала с перебоями, забившись мясом уже через считанные минуты. Те люди, кто оказывался слишком смелым или слишком глупым для бегства, встречали смерть в жужжании потрошащих их механических зубьев, оставаясь позади разорванными на куски или же изуродованными и брошенными. На борт телепортировалось сотня лучших воинов 8-го легиона в полной терминаторской экипировке. Оставшийся за ними след опустошения был почти забавен в своей предельной жестокости. На нескольких палубах у Севатара под ногами хлюпало неглубокое болото из крови и порубленного человеческого мяса. Однако темные ангелы не были побеждены, даже близко не были. Атраментары зачищали палубы, но со всех остальных частей корабля прибывали подкрепления, которые пробивались к стратегиуму, чтобы защитить своего примарха. Вряд ли он нуждается в защите, подумал Севатар. Во всяком случае, если судить по их последней встрече, он уже убил семерых темных ангелов, один из них окончил свою жизнь как трофей, и шлем воина теперь был пристегнут цепью к поясу Севатара. Для врагов 8-го легиона не существовало более высокой чести. Оставляя такие вещи на память, повелители ночи выказывали уважение к павшим противникам. На следующем перекрестке держали оборону три темных ангелов в белых табордах, накинутых поверх доспехов черного геральдического цвета. В руках легионеров дергались болтеры. Севатар присел за предоставлявшим условное убежище углом, перезаряжая собственное оружие. Он скривил губы, с хрустом загнав на место последний магазин. Их можно было бы легко перебить вблизи, но взять в руки болтер означало уравнять шансы, чего первый капитан никогда не любил. Он не лгал, говоря трезу, что до мозга костей принадлежит к 8-му легиону. Как и его братья, он никогда не стремился к честному бою. Это было забавно, однако едва ли могло сравниться с преследованием добычи. По крайней мере, в этом Севатар был создан по образу своего примарха. Он рискнул бросить взгляд за угол и отдернулся назад, когда возле лицевого щитка сдетонировал заряд, осыпавший его осколками. «Это Севатар!» — услышал он крикит. «Первый капитан! Я его видел!» Он ухмыльнулся, представив создаваемый доспехом силуэт с возвышавшимися над шлемом крыльями из темного железа. «Проклятый гребень!» — подумалось ему. По нему враги постоянно его узнавали. Стрельба смолкла. Он услышал сдавленное рычание и лязгающий грохот ударов оружия о керамид. Выскочив из укрытия, повелитель ночи сорвался на бег и присоединился к схватке. Первым чуть не погиб Аластор Рушаль, закованный в такие же черные доспехи, какие были на темных ангелах, которых он убивал. На ретинальном дисплее Севатара ярко вспыхнула настромская руна угроза, фиксируя доспех гвардейца Ворона и крутящийся в его руках грохочущий метеорный молот. Первый капитан развернулся и манзил свою глефу в спину последнего из ангелов, дав поработать голодным зубьем. Он прикончил поверженного воина, обрушив подошву на горло противника. Он не обращал внимания на разукрасившую доспех кровь, равно как и на лежащие под ногами тела воинов. Один из них протянул ослабевшую руку, бессильно царапая пальцами сапоги Севатара. Тот вытащил болтер и выстрелил вниз, даже не удосужившись посмотреть в ту сторону. «Ты не поверишь, как я тут оказался», — заявил он Рушалю. Ворон не ответил. После Иствана пять он вообще ни на что не отвечал. Сложно разговаривать без языка. Когда он приблизился, Вокс-сеть захлебнулась мишаниной воплей. Десятки лет восприятия, накладывающихся друг на друга Вокс-переговоров и расшифровок потока иронических данных на глазных линзах лишили ожидающие его зрелища загадочности. Однако величие момента все же оказалось поразительным. Запыхавшись в покрытой рубцами броне, Севатар ворвался в пятнадцатый атриум, один из многочисленных магистральных узлов верхних командных палуб. Он шел по тоннелям, которые были покрыты телами мертвых слуг. Однако от масштабов творящейся бойни с его губ сорвался нечастый смешок. Цифровые изображения и сообщения о смерти не имели ничего общего с реальностью. Атраментары и повелители ночи сосвежевателя стояли по колено в трупах, сражаясь среди сваленных в кучу тел слуг, сервиторов, охранников, темных ангелов и собственных павших братьев. Они бились спиной к спине, сжимая круги и до последнего отбивая волны под креплений темных ангелов, которые прибывали из соседних туннелей. Ему ни разу не доводилось видеть менее эффективного последнего боя на менее пригодной к обороне позиции, чем это. Однако причина была вполне очевидной. Здесь встретились примархи, и поэтому здесь бушевала битва. Двое сыновей императора вели поединок над бьющимися толпами, над грохотом болтеров и натужным скрипом цепных клинков о керамит. Их сражающиеся дети, которые кричали, истекали кровью и умирали внизу, казались тенями рядом с богами. Впервые после Иства на пять Сиватар увидел, как его генетический прародитель встал, чтобы вернуть себе славу, которой раньше обладал в избытке. Никто и никогда не смог бы назвать лорда Конрада Керза царственным или же охарактеризовать его как привлекательного, величавого или хотя бы полного жизни. Его великолепие было изможденным и болезненным, а величие — холодным и мертвенным. Серебристые серповидные когти, словно косы, выступали из кончиков, закованных в броню пальцев. На каждом из них плясали сверкающие молнии энергии. Керс двигался, не как воплощение плавного изящества, а будто дерганная марионетка, управляемая незримым и злобным разумом, который заставлял мертвенно-бледного бога плясать под дудку, вызывающую приступы ликования. Сиватару доводилось видеть, как несколько примархов сражались, озлобленно проливая кровь. Их чистая смертоносность была прекрасна. Все они плыли в танцы войны, даже Ангрон с его неуправляемыми приступами страдальческой ярости. Керс дрался иначе, его движения были более быстрыми и дерганными, глаза не успевали зарывками, перемежаемыми мгновениями тревожного спокойствия. Каждый миг покоя длился ровно столько, чтобы убедить наблюдателя в реальности происходящего, а затем хохочущий убийца снова заходился в смертоносном припадке. Это был отец Сиватара, каким он выглядел в те годы, когда только принял мантию примарха. Существо с костлявыми конечностями, впалыми щеками и глазами, питаемое какой-то мрачной энергией, которая озаряла его взгляд, будто предвестник темного пламени. На плечи не спадали прямые черные волосы, изредка омываемые брызгами вражеской крови и ничем другим. Улыбка представляла собой отвратительную демонстрацию заточенных зубов между тончайших белоснежных губ. Сиватар видел, как Кер сражался с Кораксом на смертном поле боя у места высадки, когда примарх гвардии Уоррена был вымотан многочасовым сражением и опустошен страшной правдой о предательстве. Видел, как его примарх дважды бился со львом, сначала в пыли крепостного фундамента на далекой Цагуальсе, а потом считанные недели тому назад, когда весь бой под дождем абсолютно бесполезного мира занял меньше 60 секунд. Здесь же его отец впервые участвовал в честном бою. Никаких бесчестных первых ударов, никакого нападения на ослабленного или деморализованного соперника, никаких неожиданных атак с полным использованием эффекта внезапности. Лев бился бесстрастно, жестко экономя силы и движения. Все выпады и парирования исполнялись безупречно, без драматической дерзости. Керс атаковал, словно его дергали за ниточки, молотя когтистыми руками. Каждый из возможных захватов на мгновение блокировал длинный клинок, а в следующий миг уже уходил мимо. Сиватар опомнился от звука, издаваемого метеорным молотом Рушаля, и оторвал взгляд от искрящихся божеств, бьющихся на платформе наверху. Ворон, словно пропеллером, описал своим кистенем опасный круг, вращая его в холостую с гудением ионизированного воздуха. На бойке, которым оканчивалась цепь, шипела кровь. Энергетическое поле выжигало ее, превращая в омерзительно пахнущий пар. Ворон указал свободной рукой. Воины, в такой же черной броне, как его собственная, продолжали выбегать из двадцати коридоров, ведущих в этот проходной узел со свисающими цепями и высокими мостиками. Сиватар перескочил через перила и спрыгнул на другой уровень, врезавшись подошвами в свалку, где несколько его братьев-терминаторов бились превосходящими силами темных ангелов. Первый из противников рухнул, обезглавленный единственным взмахом цепной глефы первого капитана. Второй лишился руки, а затем большей части лица. Третий и четвертый упали, выпотрошенные одним ударом. Опять! Это он стал быстрее других, или же они замедлились? Все враги, которые оказывались перед ним, выдавали себя едва заметными признаками. Он замечал напряжение сочленения их брони, предупреждение, откуда последует следующий удар. Сиватар блокировал их с легкостью солдата, предвидящего все атаки, и бил раньше, чем они успевали ответить. Нет, не опять, это было хуже, чем раньше. Или лучше? Молочная кислота жгла мышцы. Давление по ту сторону глаз грозило разорвать череп изнутри, но с каждым ударом сердца реальность вокруг замедлялась. Он принял цепной топор на древко алебарды, успев развернуться, стиснуть зубы и вогнать глефа в грудь, находившегося сзади, облаченного в таборт паладина, а затем повернуться обратно и поймать следующий удар темного ангела. Проделав это, он увидел крохотное смещение центра тяжести, точно указывающее направление очередной атаки противника. Прежде чем движение вообще успело начаться, Сиватар пронзил воина насквозь, стоя лицом к лицу с умирающим, пока цепной клинок прорубал себе дорогу через внутренности. По краям ретинального дисплея появилась чернота. Первому капитану потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что это не кровь внутри шлема, а реальное потемнение в глазах. У него в черепе что-то лопалось и рвалось, выпуская на волю влажный поток жидкости. Жизненные показатели, отображаемые поверх показаний глазной линзы, дергались точно так же, как бьющийся в неистовстве примарх. Теперь он слышал, как братья выкрикивают его имя, думая, что он ранен. Сиватар не был уверен, что они ошибаются. Предостережение Треза прожигало себе путь сквозь мысли. Слова, как будто были выжжены на плоти, они звучали в воспоминании. «Это может тебя убить, Яга. У тебя есть силы, но нет контроля. Обратного пути не будет, если ты высвободишь дар, который так старался забыть. Некоторые двери нельзя закрыть». Он пошатнулся и упал на одно колено, воспользовавшись этим, чтобы подрубить ноги ближайшему темному ангелу. Воин закричал и умер мгновение спустя, когда глефа Сиватара пробила ему на грудник. «Наверное, я умираю», — подумал первый капитан и начал смеяться. «Вальзин!» — кричал кто-то. «Вальзин! Сиватар упал! Апотекарий!» Он повернул голову и увидел, что над ним стоит рушаль, страж в абсолютно черном облачении. Ворон взмахнул метеорным молотом. Дуга завершилась вспышкой смертоносной энергии, расколовшей шлем очередного темного ангела. Воин Первого Легиона упал беззвучно, поскольку теперь все вокруг погрузилось в тишину. Метеорный молот рушали, больше не гремел при каждом ударе. Сбивчивые жизненные показатели Сиватара больше не издавали предупреждающего визга. Мир перестал быть хаотичной бурей грохота подошв, разрывов болтов и рвущихся сочленений доспехов. В каком-то смысле он стал безмятежным. Сиватара вырвала в шлем, и он подавился собственной желчью, будучи не в силах перестать смеяться. А затем он оказался дома. Дома, в ночном городе, на крыше, куда приходил прятаться. Лишенный солнца мир все-таки не сгорел в бессмысленной и бесполезной ярости примарха. Он был дома, собирался дождь, предшествующий настоящей бури. Давление в голове было таким же, как всегда в детстве. Оно бурлило, грозя перерасти в припадок, который вызвал бы у него судороги. — Еда, еда, еда! — закричали они. Он обернулся. Они клевали ракритовую крышу. Изодранные перья трепетали на ветру. — Мальчик, мальчик, мальчик! — галдели они. — Еда, еда, еда! — Сейчас, сейчас, сейчас! Яга сунул руки в карманы и достал горсть хлебных крошек. — Вот! — сказал он воронам. — Еда на сегодня! — Мясо, мясо, мясо! — закричали те в ответ. Несколько черных птиц уселись ему на плечи и на вытянутую руку, и он рассмеялся. — Мясо! — согласился он. — Скоро мясо, пока крошки. — Мясо сейчас! Мясо сейчас! Жалуюсь, они хватали безвкусной и твердой, будто камень крошки. — Мясо сейчас! — сказал он, когда они закончили. — Ждите! Он отсутствовал недолго, но вернулся взмокшим и с головокружением. Он ободрал и растянул себе руки, затаскивая по лестнице тело другого мальчика. — Мясо, мясо, мясо! — закаркали вороны. Яга отпустил лодыжки мертвого мальчика и уселся, переводя дух. — Мясо! — ответил он. — Оставьте мне что-нибудь! — сказал он птицам, когда те слетелись к трупу. — Да, мальчик! — шумели они. — Да, да, да! — Оставить мальчику! — Можете забирать глаза! — произнес он. — Не люблю глаза! Птицы хрипло рассмеялись по вороней в ответ на эту давнюю общую шутку. Они знали, что мальчик никогда не ест глаза. Как-то раз он попробовал и после этого начал бредить. У мальчика часами текла из носа и ушей сладкая человеческая кровь, и он проспал всю ночь, подергиваясь на камнях. Пока они ели, Яга сидел молча, слушая шелест темных крыльев и наслаждаясь прикосновением грязных перьев к щекам. Ни один другой звук не успокаивал его. Ни одно другое ощущение не снимало головные боли на достаточное время, чтобы он смог поспать. Эпилог. Предатели. Они бросили его в камеру, забрав оружие и доспехи. Это было мудро. Они заточили его вместе с девятью братьями. А вот это уже было не так мудро. Сиватар прислонился спиной к силовой стене, слушая звук неторопливого медленного дыхания братьев, который поглощался по лужевой пульсации, проходящей по окружающему их энергетическому полю. Неоспоримый довод находился в варпе. Сиватар мог только гадать, куда они направлялись. Он знал, что в ходе своей поспешной и неосмотрительной атаки Керс привел со свежевателя почти 700 воинов. Одним из них был вар Джохан. Возможно, брата из рукокрылых держали в другой камере. Сиватар потешил себя этой идеей. Но он был не из тех, кто когда-либо полагался на слепую надежду. Им не достался примарх. Это первый капитан, знал точно. Выжившие братья говорили о последнем подавляющем натиске темных ангелов и о том, как лорд Керс наконец понял, что численный перевес сведет его сыновей в могилу раньше времени. В этот момент он оторвался от льва, вышел из боя и сбежал. Если Керс был еще жив, то все еще бродил по нижним палубам неоспоримого довода. Возможно, он собирался вернуться за своими сыновьями. Но опять же, Сиватар не был склонен цепляться за малореальную надежду. Ему было известно, что флот скрылся. План адмирала Юлос работал по крайней мере частично. Оставшиеся пятьдесят кораблей прошли сквозь широкий строй темных ангелов со смертоносной эффективностью углы, прокалывающей нарыв. Сиватар видел, как по меньшей мере половина из их кораблей пробилась на другую сторону, а несколько прорвались в арт. Но больше он ничего не знал. Свежеватель, вероятно, был уничтожен. Сумрак почти наверняка. Стало быть, трес мертв, как и Тайи. Первого было жаль, поскольку примарх нуждался в маленьком пожирателе снов. Вторую было жаль, по совершенно нерациональной причине, в которой Сиватару было неудобно признаться даже кому-то из братьев, не говоря уже о самой девушке. Он испытывал такие же чувства еще к четырем смертным, служившим легиону, и заботливо присматривал за каждым из них по той же самой причине. Можно было задуматься о давно мертвом семействе и их сходстве с людьми, которые жили сто лет спустя, но только не в этой камере. Кроме того, он не знал этого наверняка. Возможно, они были его родственниками, потомками двоюродных братьев, которых он оставил, покидая Настрома. Но точно выяснить это было невозможно. Последние сто лет мир представлял собой урбанистическое поле боя, и у мародерствующих обитателей не осталось культуры и морали, не говоря уже об исторических записях. Первый капитан не мог отделаться от ощущения связи с этими людьми, равно как и от того, насколько они напоминали когда-то знакомую ему семью. Сиватар без особого труда отвлекся от печальных мыслей. Он не был меланхоликом, как не было оптимистом. По крайней мере, у него было время планировать, размышлять и анализировать. Трамасский крестовый поход закончился. Большая часть восьмого легиона спаслась, рассеявшись на солнечных ветрах. Основная масса пожирателей ночи отправится к Терри. Хотя Сиватар и сомневался, что много кто задержится на передовой до осады тронного мира. Он чувствовал, что в будущем легиону предстоит много грабежей и налетов. Мысль вызвала бы у него улыбку. Будь он где угодно, но не в камере темных ангелов и не заключенным в мерцающий энергетический куб. Сначала они бросили его в более обычную тюрьму из прочного железа. Сиватару потребовалось меньше 15 минут, чтобы проложить себе дорогу сквозь одну из стен при помощи собственной кислотной слюны. Когда охрана пришла с проверкой, он просто указал на шипящее отверстие в стене, в которое почти что мог пролезть. «Есть мнение, что это сделали крысы», — сказал он, — «крупные такие». Темные ангелы увели его из камеры и поместили в силовую клетку вместе с несколькими братьями. Каждый из них явно точно так же уничтожил свою камеру. Без доспеха, скрывавшего аугметику, Вальзен выглядел жалко. В нем было больше хрома и гемолубриканта, чем плоти. «Перестань на меня пялиться», — бросил он Сиватару. Черный глаз прищурился. Бионическая линза попыталась повернуться и перенастроиться в неубедительной попытке подражания. «Да я просто думал», — отозвался первый капитан, «что ты — свидетельство отказа Легиона подчиняться кому и чему бы то ни было. Ты оказался слишком упрям даже для того, чтобы погибнуть на Истване». Некоторые усмехнулись. Даже Вальзен криво ухмыльнулся. Его улыбка была перекошенной не из-за сарказма, а потому что половина лица, на которую пришелся удар, представляла собой бесстрастный лик. «Почему ты приказал нам принять участие в атаке?» — спросил Тал Ваник. «Атраментары пережили Истван только для того, чтобы полечь до последней дюжины в этом самоубийственном безумии. Севатар поднял темную бровь. Неужто сейчас время для мелких взаимных упреков?» В ответ Тал Ваник ухмыльнулся, продемонстрировав все зубы и широко раскрыв черные глаза. «Сев, до лучшего времени просто не бывает!» Приказ об этой атаке был отдан примархам. Несколько воинов что-то пробормотали в ответ. «Примарх — глупец и безумец», — произнес Тал Ваник. «Те, кто об этом не знал раньше, теперь это поняли». Это заявление вызвало общее согласное перешептывание. У Севатара не было настроения и терпения для философских споров. «Поглядим!» — только и сказал он. Единственным, кто все это время хранил молчание, был Рушаль. Белую кожу ворона, неприкрытую угольно-черной броней, крест-накрест пересекали воспаленные рубцы. Следы мучительной пытки, а не честного боя. Воин наблюдал за Севатаром с другого края клетки, сидя спиной к силовому экрану, как и первый капитан. Севатар кивнул ворону. «До меня только что дошло, что я ошибся», — сказал он. «Я пообещал самому себе, что не проиграю ангелам дважды». Покрытые шрамами, потрескавшиеся губы Рушаля скривились в отвратительной улыбке, оставшейся после ножей Севатара. «Сев», — произнес один из его воинов, — «у тебя из носа кровь идет». Он поднял руку и ощутил пальцами горячий ручеек. «Ага. С тобой все в порядке?» «Нет. Секрет, который я хранил сто лет, только что вырвался наружу. А все потому, что я не удержался от увеселительной прогулки внутрь души нашего отца». «Все хорошо», — ответил он. «Лучше не бывает. Ухо тоже кровоточит». «Я от этого не умру. Думаю, скоро настанет время уходить», — добавил он. «И как ты планируешь это сделать?» — поинтересовался Вальзин. Севатар секунду глядел на него, не в состоянии понять, насколько серьезно задан вопрос. Вальзин выглядел невозмутимым, но капитан не мог точно назвать, результат ли это реконструкции лица или же какая-то лишенная эмоций шутка, смысл которой ускользнул от Севатара. «Это действительно вопрос?» — наконец спросил он. «Но разумеется, как мы отсюда выберемся?» «Так же, как и всегда, братец. Убьем всех, кто попытается нас остановить». «Он энергетики» «ДЕСМЕНТЫ» «БОРАЗАЙТЕПОЛЕЙМЕНТЫ» «М plusieurs、 meillä, братец.Упроцec Nut Apple» Продолжение следует... Продолжение следует...